Есть. Хорошо. Девочки. Ну что ж, я всех приветствую. Вы уже мне знаете как родные. Я так рада со всеми опять видеться. Третий эфир нашего марафона. Сегодня будут очень классные темы. И знаете, мы с вами уже молодцы. Мы прошли целых два уже дня марафона. Сегодня третий. И вы уже становитесь все более осознанными. Вы уже становитесь прям такими красотками. И вы уже все больше и больше себя начинаете понимать и настраиваться на себя. А это значит, что мы с вами уже можем быть на такой вот на одной волне. И можем понимать друг друга. Ну знаете, я сказала, а вы... Я слово говорю, а вы уже впитываете и понимаете, о чем это. Ну что ж, сейчас у нас время. Нет, давайте сначала расскажу, какие у нас темы будут. А затем мы выделим время для того, чтобы поговорить, ответить на ваши вопросы, чтобы я порадовалась вашим изменениям. Пока я освещаю темы, напишите, как ваши дела. Итак, с чем мы будем сегодня работать? Сегодня у нас тема. Важная тема для девочек. Почему в ПМС я ем как не в себя? Все, что не приколочено. Вот. Эта тема, она такая достаточно мощная. Да, вот практически все, кто не лечились у Игнатовой, да, то есть они переедают ПМС. И вот этот жор, он длится несколько дней. И это невозможно остановить до тех пор, пока не придет менструация, да. Следующая тема. Как остановить набор веса после 40 лет и обрести стройность? То есть есть убеждение, да, и оно в социуме есть, и у людей есть, и люди из-за этого, да, смиряются и ничего не делают с лишним весом, что после 40 вес растет, и это норма. Ну, то есть лишних там сколько-то там, от 5 лишних килограммов, а после 40 это окей. Я сегодня вам буду рассказывать, что это всего лишь убеждение, это всего лишь миф, на который мы опираемся, ну, и опускаем руки, да, и лишаем себя возможности быть стройными. Следующая тема. Менопауза. Кто-то уже из вас на менопаузе, да, и у меня таких девушек и в подписчицах много, и на курсах очень много девушек в менопаузе, и опять же есть миф и убеждение, что вот менопауза, это значит лишние килограммы, это значит неповоротливость, да, и это значит, что нужно смириться со своими лишними килограммами. Это тоже миф, просто, ну, многие специалисты не знают, как с этим работать, поэтому убеждают людей, что это нормально, да, то есть и, по сути, уродуют психику людей, люди верят, да, и от того, что не знают, что с этим делать, да, смиряются. Следующая тема – это гормональные сбои. Я знаю, что таких тоже девушек очень много, знаю, что вам тяжело, да, вам еще тяжелее, потому что вам врачи говорят о том, что не просто там какие-то диетологи, нутрициологи, да, то есть а врачи вам говорят, что, ну, лишний вес – это норма, как бы вот при ваших гормональных сбоях и так далее, да, и, соответственно, у нас, ну, к врачам есть уважение, да, то есть врачи имеют определенный авторитет, и мы этому верим. Очень часто я слышу от девушек, вот у меня гормональный сбой, поэтому у меня лишний вес, то есть, ну, я сегодня буду рассказывать, от чего у вас лишний вес, и буду рассказывать, как при всех вот этих обозначенных проблемах у меня девушки стройнеют, и сколько бы им не было лет, какие бы у них диагнозы не были, они приходят к своей природной стройности. Я уже говорила, что природная стройность у каждой своя, у каждой своя, и каждая находит эту природную стройность. Ну, и также затрону тему того, что девушки боятся, что если похудеют, то кожа объяснит, что делать, да, то есть, ну, расскажу затрону эту тему, потому что это достаточно такой распространенный тоже страх, из-за которого люди не, ну, короче, не идут к стройности, да, и не приходят к стройности. Окей, эти темы мы сегодня разберем, также я вам дам практику. Практика будет новая, мы будем работать больше с детскими травмами, и даже если вам кажется, что в детстве у вас было все хорошо, это не отрицает того, что у нас есть, да, проблемы из детства, которые мы тоже заедаем и из-за которых у нас есть лишний вес. Вот, вот такая у нас насыщенная программа. Мне невероятно классно с вами, да, то есть я поэтому хочу вам как можно больше, да, на этом марафоне дать, чтобы вы могли сделать вот эти первые шаги к своей стройности и понять, что стройность – это, ну, это радость, это никакое не мучение, это не страдание. К стройности можно прийти легко, если вы правильно работаете с головой. Так, Наталья, а если не получится после курса похудеть? Ну, что значит не получится? Если вы купите курс и не пройдете его, то не получится похудеть. Если вы пройдете курс, вот все, кто, все, кто проходят курсы, пользуются моей методикой, используют мою методику и берут, да, то есть из курса максимум, они получают результат. Вот у меня говорят, да, у меня спрашивают, а где гарантии? Девочки, ну, во-первых, где гарантии, что вы будете проходить курс, да, то есть, но я даю гарантию, что если вы будете использовать мою методику так, как я говорю, использовать ее, ну, до того момента, пока вы себя не исцелите, ну, результат будет. Вот, поэтому мне кажется, что ваш вопрос, он, знаете, из вашего прошлого опыта про то, что вы, ну, на других курсах не получали, да, результаты, и вы теперь на все курсы так смотрите. У меня таких девушек очень много, они приходили на курсы, ко мне на курсы, да, стройнили и говорили, Наталья, ну, вы были моей последней надеждой. Поэтому я для многих девочки, правда, последняя надежда. То есть, если вы со мной не похудеете, ну, вам тогда вообще никуда не надо, а надо смириться с тем, что у вас лишний вес. Но у меня таких нет. То есть, те, кто пробуют, да, и работают, у них, у меня нет таких, кто не похудел. Вот, поэтому вот так отвечу. Так, насколько сложно писать мозгаритмы? Ну, это несложно, если вы въедете в методику. То есть, если вы будете меня слушать, будете выполнять мои рекомендации по написанию мозгаритмов, это несложно. Вот, если не будете проходить курс, то тогда для вас не откроется эта методика, прекрасная методика написания мозгаритмов. Здравствуйте. Все четыре занятия сохраняются навсегда или на какое-то время? Слушайте, ну, один эфир у нас не сохранился. Вот вчера в Телеграм сохранили мы, но мы не удаляем. Не удаляем, то есть для вас остаются эти эфиры. Так, ну что ж, расскажите, как вы себя чувствуете. Я вам прямо сейчас скажу, что с вами на этот момент может происходить. То есть у вас может появиться осознанность в отношении еды. То есть вы можете начать чувствовать, где вы реально хотите есть, а где вы хотите заесть какую-то эмоцию или просто поесть, потому что скучно или радости не хватает. То есть у вас это понимание происходит. Почему? Потому что, помните, я говорила, вчера показывала мой любимый шнур. Вот, то есть нейронные связи, да, то есть начинают формироваться. У вас были старые нейронные связи, где вы ели без разбора и без осознанки, да, а теперь потихонечку мы начинаем эти нейронные связи выстраивать по-другому через практики, да, то есть и у вас уже появляется осознанность, у вас уже появляется большее понимание, чего вы реально хотите, да, то есть уже появляется ощущение, что, ну, как бы, а хочу я вообще это все или нет. То есть у вас потихонечку вот эти вот старые связи расформироваются и создаются новые. Вот, поэтому у вас может появиться осознанность, вы можете есть меньше, чем, ну, раньше, да, до марафона, у вас может появиться нейтральность к определенным продуктам, ну, то есть реально нейтральность, то есть вы любили вот, какую-то еду, а тут вот раз и никак. Вот, некоторых это пугает, я говорю, радуйтесь, радуйтесь, это классное состояние, наконец-то вы выходите из-под власти еды, то есть до этого еда владела вами, теперь вы хозяйка своего тела и вы хозяйка своего сознания и своей стройности. Вот, вот очень хочется пить, девушка пишет, увидела. Вот, у вас может, у вас могут появиться правильные ощущения в теле. Помните, я вам говорила, да, что у нас центр мозга, нет, не вам говорила, это я девушкам на марафоне на другом говорила в воскресенье. Вот, я всегда говорю, да, что у нас центр жажды и центр голода рядом находятся, и мы часто путаем голод и жажду, ну, вместо того, чтобы пойти попить, ну, проще же поесть чего-нибудь вкусненького, да, вот, то есть и сейчас вы можете начать чувствовать естественные потребности вашего тела, да, хочу пораньше лечь спать, хочу пить больше, хочу вместо, не знаю, там, чипсов огурца, да, хочу вместо пирожка, там, не знаю, яблочко и так далее. То есть вот эти все эффекты могут быть, и я уже читала сегодня в телеграм-канале, да, девушки писали, что и минус 800 грамм, минус килограмм при условии, что есть гормональные сбои, девушка на гормональной терапии, минус килограмм, вес вообще раньше не двигался, да, а уже просто на этом марафоне минус килограмм при проблемах с гормонами, да, видела даже минус 2, минус 2,5, ну, круто, очень круто. Сейчас почитаю, какие у вас изменения, потому что это реально очень классно, то есть осознавайте эти изменения и радуйтесь, да, то есть уважайте себя за то, что вы сейчас начали правильно работать над собой. Так, сегодня я ощутила настоящий голод, который может отступить, а не вот этот наркоманский, когда если что-нибудь не закинешь, кажется, трясучка начнется. Классно, Махабад, классно. Иду с вами дальше, супер, я рада. Тут вот тоже видела, иду с вами на курс. Сегодня я заново начала проходить. Так, Наталья, вот тут вот я видела, девушка пишет, иду с вами на курс, супер. Так, мне, к сожалению, нечем похвастаться, раз уже после практик накрывает непреодолимый жор, да, отчаяние. Сегодня расскажу, Вера, но на самом деле я на вчерашнем эфире рассказывала об этом. Но я знаю, что люди не всегда меня слышат до конца, да, то есть слышат только то, что хотят или то, что не хотят для того, чтобы меня со мной поспорить. Вот, но не слышат то, что нужно услышать. Вот, расскажу сегодня, почему нечем похвастаться. Вот, на самом деле все идет у вас в пределах нормы. Так, я не захотела съедать все обязательные элементы завтрака, отложила, и все, класс, вообще супер, умнички. Молодцы, молодцы. То же самое, после практик наступает жор, какого давно не было. Ну, давайте прямо сейчас расскажу. Вот те, у кого наступает после практики жор. Есть несколько причин, почему так происходит. Я вам на марафоне вообще включаю осознанность пищевую. И первое, что происходит, вы, скорее всего, так раньше переедали, девочки. Ну, блин, переедающие люди, они постоянно переедают. Ну, давайте будем честны сами с собой. И вы извините, что я говорю с вами напрямую. Вот, вы, конечно же, начнете сейчас со мной спорить, мне доказывать обратное и так далее. Переедающие люди, им даже марафон не нужен. Ничего им не нужно, они постоянно переедают. Я на марафоне включаю вам осознанность. И из-за того, что вы начинаете осознавать и видеть, что вы творите, вам кажется, что вы начинаете переедать. И вот девушка пишет, такого давно не было. Скорее всего, так было всегда. Ну, или очень часто. Но при этом вы этого не замечали. Вам казалось, что это норма. Это первое. Вы можете принимать эту информацию, можете нет. Можете со мной поспорить. Лучше в своей голове, чтобы мы не тратили на это время. Второй момент. Возможно, у вас было нормальное пищевое поведение, но когда-то давно это переедание было. Девочки, ничего в марафоне, как это, не переходит извне. Вы только сталкиваетесь лишь с тем, что у вас внутри. Я здесь не волшебство вам даю трак-тебе-дох-тебе-дох, и вам накидываю каких-то проблем. Девочки, у вас своих проблем внутри. Вот так. И, соответственно, возможно, сейчас у вас, я могу предположить, может быть, у вас идеальное питание было до марафона, вы идеально питались, все у вас было прекрасно, не было никакого переедания. Но когда-то это переедание было, когда вы заедали какие-то проблемы. И сейчас вы работаете с практиками, и да, вы сталкиваетесь лицом к лицу с проблемами, которые у вас сидят внутри. Они сидели, они продолжают сидеть, и вы начинаете с ними работать. И у вас, когда вы сталкиваетесь лицом к лицу со своими проблемами, у вас включается, здравствуй, первый эфир этого марафона, эмоциональное переедание. Эмоциональное переедание происходит на что? На заедание эмоций. Как у собачки Павлова. Помните, на первом эфире я рассказывала об этом? Пересмотрите, пожалуйста, первый эфир. Так вот, у вас этот паттерн настолько силен, что вы пока что не можете с ним совладать. Вы вот сейчас видите все, как оно обстоит внутри вас. То есть, поймите, я вам лишь только даю исцеление. Но для того, чтобы исцелиться, нужно увидеть всю величину проблемы. Весь масштаб проблемы. Соответственно, для вас, вам нужно понять, проблем... Подбираю подходящее слово русское, не мое любимое французское. Много. Вот. Проблем много. И для того, чтобы с ними поработать, ну, нужно время. И в вашем случае, если у вас открывается жор, нет результатов, а то и все хуже стало на марафоне, вдруг вы думаете так, это говорит о том, что вам просто нужна более глубокая терапия в виде написания мозгоритмов, в виде более глубоких практик, которые я даю на курсе «Пробуждение природной стройности». И вам нужно принять решение пойти на более длительную, хотя бы на полтора месяца, глубинную психотерапию к Наталье Игнатовой на курс «Пробуждение природной стройности». Вот. То есть сейчас вы просто видите масштаб проблемы. Проблем много. Вы это видите. Вы не можете с этим совладать. Вот. Ну, или, скажем так, вы можете остановиться, увидеть, подумать, что, ну, Игнатова тут мне наколдовала, наколдовала, что у меня вдруг стало пищевое поведение еще хуже, чем было, и остановить терапию с Игнатовой и, ну, как бы не проходить дальше марафон. Выбор за вами. Я никому не навязываю, понимаете? То есть вы или идете работать с собой, ну, или останавливаетесь, или ходите дальше по марафошкам, ну, по марафошкам каким-то, где дают непонятно что, да, то есть или пытаетесь самостоятельно снизить лишние килограммы. То есть это мой ответ вам. Вот. Также, если у вас нет изменений, нужно понять, что проблем много внутри. И две 15-минутные практики, вчера практика длилась 12 минут, да, мы просто вырезали ее, поэтому знаем, да, вот. Ну, как бы две 15-минутные практики не могут совладать пока что с вашим многодесятилетним опытом, да, переедания, и с вашими многодесятилетними накопленными проблемами. Соответственно, нужно принять, что да, проблем много, но я принимаю решение работать, работаю здесь на марафоне, и, может быть, пойду дальше более глубоко работать. Вот. То есть, понимаете, изменения сначала происходят внутри, но они не всегда сразу происходят снаружи. То есть нужно иногда внутрянку так перечистить, перелопатить, да, чтобы эти изменения происходили внутри. То есть такие девушки у меня есть. Я сама такая была, я называю таких девушек заколдованная принцесса, да. Вот. То есть когда внутри много-много всего, да, то есть и расколдовывать приходится достаточно сложно. Вот. Надеюсь, ответила на ваш вопрос сразу же. Не стала тянуть. Так. Дальше почитаю. Я проработала вроде все обиды, но так, стало есть меньше. Ну, если вы реально уверены, что проработали все обиды, окей, хорошо. Вы просто не были на курсе Игнатовой, поэтому думаете, что проработали все-все. Так. Девочки, я не досмотрела вчера. А, это вопрос. Я никогда не стесняюсь, я прекрасно понимаю, что переедаю. И уже не стыдно, начинаю работать с собой, осознанно есть, а не кидать в топку. Все супер. Так, хорошо. Надо делать практики постоянно, и постепенно вас отпустит жор. Это констатация факта. Ну, смотрите, практики нужно делать до тех пор, пока вы себя не исцелите. То есть пожизненно практики делать не надо. То есть в какой-то момент происходит исцеление. Вот, ну, первое время, да, нужно поработать над собой. Сегодня смотрела на сладкое, развернулась и выпила кофе с сыром. Так, все понимаю, но опять хорошо поела. Это первый уровень. Сейчас объясню. Смотрите, как у нас происходит работа над собой. Даже на курсе, да, про пробуждение природной стройности, у нас тоже происходит все очень, ну, как бы, поэтапно. То есть сначала мы начинаем осознавать, что есть проблема. Вот, следующий момент. При условии, если вы работаете над собой, вы что делаете? Вы понимаете, но можете чуть-чуть это регулировать. Следующий этап, да, то есть вы продолжаете, допустим, есть еду, но она уже не приносит такого удовольствия, лишнюю еду, я имею в виду. Вот, дальше, следующий этап. Это когда вы едите, да, то есть и можете остановиться. То есть это поэтапно, это зависит от того, как вы над собой работаете. Соответственно, то есть как глубоко работаете, такие результаты и будут. Дальше. Приготовила свой любимый меренговый торт, думала, что смогу только два кусочка ограничить себя, но нет, съела больше половины, как отучить себя от этой тяги. Скажите, пожалуйста, Тома, вы делаете практики? Вот, знаете, если человек делает практики, то он уже, скорее всего, не будет делать меренговый торт себе и любить себя едой. Так, хорошо, поехали дальше. Тома, ответьте, пожалуйста, делайте вы практики. Наталья, почему наш мозг не помогает нам, а мешает? Включается раздражение, сопротивление, когда начинаешь заниматься собой. Сейчас объясню. Дело в том, что мы, нас с детства, да, то есть не приучили заботиться о себе. Нас с детства не приучили правильно относиться к себе. Нас с детства учили учиться ради пятерок, делать что-то, чтобы маме понравилось, делать что-то, чтобы быть хорошенькими, да, то есть мы нас не учили заниматься собой. И, соответственно, когда мы начинаем заниматься собой, у нас подключаются люди, для которых нужно что-то делать, какие-то события, которые нужно решать ради кого-то, да, или чтобы быть хорошей. То есть и у нас это все включается вот сейчас во взрослой жизни. Вот вам ответ. Так. У меня сегодня месячные начались, и я как будто толстая, но меньше кушала. Хорошо. Так. Невозможно проработать все обиды и травмы. Это бесконечный процесс. Ну, на каком-то уровне, да. На курсе практика каждый день, на курсе и практики каждый день разные, и каждый раз новые темы на написание мозга-лифов. Так, тут в Телеграм еще почитаем. Родные заметили уменьшение живота. Вау, круто. Просто супер. Класс. Девочки, просто слушайте и делайте, работает. Заметила, что после переедания начинается изжога после практик. Девочки, вот понимаете, вот сейчас я чувствую, ну, считаю, да, что у кого-то изжога, у кого-то живот болит, у кого-то, там, происходит заброса желчи в желудок, у кого-то горло болит и так далее. Вы понимаете, с вами тело начинает разговаривать. Вы до марафона себя не слышали. Вы были отрезаны от своего тела, от своих чувств. И когда тело вам показывает, что, хозяюшка, ты обрати внимание, мне больно, ты когда обратишь внимание на меня, сколько можно уже издеваться надо мной, сколько можно уже запихивать в меня то, что мне не нужно. Вот, то есть, и вот эти все ощущения, они появляются не просто так. И было бы хорошо, чтобы вы к ним прислушивались, да, к телу и начали его чувствовать, вообще чувствовать и задавать себе вопрос, а что я реально хочу? То есть моя, пока что, ну, зависимая от еды голова, она хочет, ну, прошлой еды, еды из прошлой жизни, которую я ела до марафона. А вообще, чего я хочу? Ну, то есть, правда, это что нужно моему телу? Вот, поэтому важно слушать. Так, Анюта пишет. Купила курс, пойду до конца с вами. Очень хочется разобраться в своей голове и наладить осознанные отношения с едой, без заигрывания и переедания. Вау, круто. Прямо сразу приступайте к модулю предобучения. Надеюсь, приступили, Ань. Вот, потому что у нас сразу же после оплаты курса открывается модуль предобучения, там 15 уроков, еще до начала курса вы можете снизить от, ну, двух до трех килограммов, а может быть, даже четыре. И также вам открывается на пожизненной основе курс по избавлению от зависимости к сладостям. Вот, офигенный курс, ну, такого вы точно нигде не видели. Если есть проблемы со сладостями, можете тоже к нему приступать уже. Наталья, приветствую, низкий поклон. Написала в инсте в директ, как и обещала, после соревнований с Samsung 55. Заняла на всероссийском конкурсе по бодибилдингу. Заняла 5 место призовое. Категория wellness fitness. Это ваша победа. Вау. Вау, Таня. Вау. Танюша, молодец. Таня у нас вообще похудела. Таня, напомните, насколько вы с нами похудели. Так, сегодня поняла, что еда просто как источник энергии. Если раньше, поев, хотелось полежать, то сегодня схватила инвентарь, на грядки побежала. Но сладкого почему-то хотелось еще сегодня. Девочки, постепенно идет отход. Видите изменения, да? То есть если уже к еде появляется нейтральное отношение, это супер. То есть, понимаете, 4 дня марафона, у нас только 2 дня прошло, да? Сегодня третий, сегодня будет третья практика. И уже такие изменения. Это круто, молодцы. Вот. После 4 дней будут следующие изменения. Пойдете на курс за полтора месяца. То есть если у вас за 2 дня курса, за 2 дня марафона, 2 дня марафона, уже такие изменения. Что будет за полтора месяца? Ну вот как одна моя клиентка сказала, Наталья, на вашем курсе не похудеет только мертвый. Полностью ее поддерживаю, потому что, ну, невозможно не похудеть, если ты берешь и делаешь то, что я даю. И это не про то, чтобы держать себя на силе воли и худеть на диете. Это другое. Так, мышление меняется. Ем меньше. Трику съела тортик, но радует, что не половину, а пару кусочков. Но вес не падает, не расстраиваюсь. Проблем миллион, и все получится у меня. Я рада, что буду на курсе. А, вы идете с нами, ну, вы точно похудеете. Так, хочу на курс, как получить счет на оплату. Я думаю, вам сейчас напишут. Так, вообще я сладкоежка, но сейчас я к нему дышу ровно. Супер, молодцы. Прям вау. Супер. Девочки, ну что ж, поехали дальше. Я очень рада. У нас еще впереди два, ну, вот практика будет, завтрашний эфир. Мне хочется ответить на ваши вопросы. Я сегодня общалась со службой поддержки, и накопилось много вопросов, которые мне хочется, ну, прям, знаете, разобрать. Девушка задает вопрос, почему дарят курс по сладостям к курсу пробуждения природной стройности? То есть, ну, типа, если я на курсе по ВПС, да, то есть избавлюсь от всего, то зачем мне, типа, курс по сладостям? Девочки, смотрите, дело в том, что на курсе мы действительно работаем с тягой ко всей-всей веке. Но при этом, да, то есть те, у кого реально очень сильная зависимость к сладостям, то есть есть те, кому, ну, реально вот люди проработали себя, да, пришли к стройности, и супер. А есть, ну, вот остаются остатки, да, то есть тяги к сладкому. И на курсе по сладостям там абсолютно другие, другие темы, более глубокие, да, то есть там темы зависимости родителей, темы заедания, прокрастинации. То есть вы же сладкое едите не просто так тоже, да, то есть когда оттягиваете какие-то дела, да. Это очень важные темы, то есть если бы я еще добавила эти уроки, 15 уроков, к основному курсу пробуждения природной стройности, у нас бы курс пошел на третий месяц. Ну, то есть, ну, слишком долго, да. Вот, сейчас вам этот курс, ну, вам в довесок, чтобы вы уж точно себя вот до конца проработали, мы даем этот курс. Следующий вопрос. Бонус сладости в бессрочном доступе. Зачем в бессрочном доступе, если я от зависимости к сладостям и вообще постройнею навсегда? Вот, знаете, вот чем больше даешь, тем больше у людей вопросов. Хотели как лучше дать бессрочный доступ, чтобы вы могли в своем темпе, не торопясь, полечить себя, да, не торопиться, не торопиться тому, из-за того, что у вас будет ограниченный доступ к курсу и так далее, чтобы вы в спокойном темпе с собой работали, без напряга, да, без дедлайнов и так далее. Вот, поэтому исключительно только из-за этого. И так как у нас сейчас этот курс в записи лежит в телеграм-канале, да, то есть вот пока существует телеграм-канал, вы там можете находиться. Если вам некомфортно, вы хотите ограничить доступ к этому бонусу, к этому подарку, который мы даем курсу пробуждения природной стройности, вы можете там через какое-то время просто выйти из этого канала и закрыть для себя этот вопрос. Вот, мы это делаем только исключительно из заботы к вам. Кстати, бонус вот этот по сладостям мы даем только вот завтра последний день, да, то есть если вы покупаете курс пробуждения природной стройности, то вы бонус по сладостям получаете. В пятницу уже невозможно будет, ну, скажем так, получить этот бонус, то есть уже за деньги. Этот курс стоит 10 тысяч рублей. Вот, соответственно, в пятницу вы еще сможете купить курс, но без вот этого бонуса по сладостям. А курс просто великолепный, то есть невероятные там темы. Вот, дальше поехали. Девушка спрашивает, мне некогда, то есть вот девушка задает вопрос, да, то есть мне некогда проходить курс, мне некогда там, ну, слушать уроки там и там заниматься уроками. Девочки, ну вот смотрите, если вам некогда, это говорит о том, что у вас стройность стоит не на важном месте, значит, у вас стройность еще не до конца достала. Ну, то есть вы же на что-то находите время и ставите на важное место какие-то задачи в жизни. Значит, они у вас, ну, они для вас первостепенные, да, и поэтому, ну, как бы я всегда говорю, что если у нас какая-то проблема стоит на важном месте, да, вот уже припекло, уже вот подгорает, да, то мы находим время. Вот, знаете, мой пример. Я купила курс, который мне, ну, правда, важен и интересен. Я очень занята. Девочки, вы, вот сейчас эфир, да, у меня постоянно чаты с девушками в разных курсах, у нас еще куча административной работы, да, еще запись. Запись уроков для других курсов и так далее. Но я тот курс, который купила, я поставила тоже на важное место. И просто потому, что мне нужно его пройти, я сегодня просто на два часа раньше встала и, ну, какие-то лекции послушала, да. И вот так вот я внедряю в свою жизнь то, что мне нужно. Поэтому вы, пожалуйста, то есть не уходите вот в это оправдание, да, то есть что мне некогда, у меня нет времени. Времени никогда нет. Идеального понедельника никогда не настанет, но мы каждый день носим с собой лишние килограммы. Может быть, стоит, да, то есть в течение полутора или двух или даже трех месяцев можно проходить курс сколько вам угодно, да, то есть выделять какое-то время для вашей стройности. Вот и все. То есть и не убегать от стройности и оправдываться, что у меня нет времени, а находить возможности. Возможности всегда можно найти. Тем более у меня на курсе, да, у нас уроки в аудиоформате. И я всегда говорю, что выделяйте, не нужно выделять время для того, чтобы прослушать аудиоуроки. Это аудиотерапия, это аудиомозгоритмы. Вы некоторые из вас слушали вот в Телеграм-канале, я вам подарки присылала. Они работают, да. Вы можете слушать их просто по ходу жизни. То есть пока куда-то идете, пока куда-то едете, пока дома чем-то занимаетесь. Включили вот наушнички, да, и слушаете Игнатову. А она вам пока простраивает мышление. Нужно будет выделить 20 минут на практику. Ну, то есть, девочки, ради своей стройности, ради того, чтобы просто вложиться в свою стройность, да, то есть, ну, это не так много. Также будет написание мазгоритмов. Это где-то, ну, от 15 до 40 минут, в зависимости от того, как вы будете писать мазгоритмы, какой у вас темп прохождения, усвоения материала и так далее, да. И также я говорю, что я вас не гоню. У вас на тарифе вместе доступ 5 месяцев, 5 месяцев, 5 месяцев, ну, вы точно успеете, даже если будете проходить один день курса, ну, за 5 дней. Вот. Никого, никто не гонит. То есть у нас есть поддержка, да, то есть поэтому важно находить возможности, а не находить оправдание, что я не могу. Следующий момент. Так, нет силы придерживаться меню, но иногда ведь, но иначе ведь результата не будет. Это вот девушка задает вопрос про курс, да, нет силы придерживаться меню, а вас никто на силе воли к меню не принуждает на курсе. То есть на курсе есть рекомендации по питанию, я даю определенные рекомендации, но я знаю, как устроен мозг полных людей. Я никого не заставляю, я никого не заставляю проходить сразу курс с меню. Я знаю, что сначала нужно полечить вашу голову. И когда мы вот так же, как здесь, на марафоне, мы подлечиваем вашу голову, ваше тело и ваше мышление постепенно так перестраиваются, что вы постепенно будете переходить на стройное питание не потому, что вы себя заставляете, а потому что вам хочется, потому что тело хочется. Вот как сегодня девушка писала, да, то есть вместо булочки выбрала там яблоко, да. Вот так же это будет естественное добровольное желание. Поэтому вас на меню никто не загоняет, то есть кто-то может сразу зайти на меню, кто-то будет работать с тем, чтобы проработать свои тяги, да, то есть проработать свою тягу вообще в принципе к той еде, от которой выполняете, да, и постепенно, да, то есть будет переход на такое стройное питание. Вот, поэтому не нужно думать, что как на обычном марафоне, да, или на каком-то курсе вам дают меню, и вы завязали себя в ежовые рукавицы и пошпарили, да, на этом меню. Девочки, я знаю, как устроен диетный мозг, я вам вчера рассказывала, что толку мне вас загонять на диету. Вы же через три дня сорветесь с этой диеты. Ну, то есть, поймите, у меня курс нестандартный, то есть вы такого не видели. Я даю меню, и те, кто могут, заходят. Те, кто не могут, если есть сопротивление, я говорю, не нужно, да, то есть, а некоторым я говорю, вам не надо сейчас заходить на меню, если я вижу, что там девушки определенные, ну, то есть там определенная есть импульсивность, да, у участников, я говорю, вам не надо заходить на меню, вам сначала нужно полечить голову, вот. Вот, то есть, где вы видели, на каких курсах, чтобы вам говорили, что на меню заходить не надо. Мы сначала лечим ваше мышление, вот. Поэтому не нужно бояться меню. Вот девушка, вот, давайте я в Телеграм. Как раз для диабета меню отличное, вот Татьяна пишет, да. У меня диабет, как складывается ваше меню на 21 день? Я не скажу подробностей, но это меню подходит всем. Вот, и вот Татьяна отвечает, как раз для диабета меню отличное. Так. Вот Любовь пишет, второй день ем гораздо меньше, не хочется вкусняшки. На ужин был салат овощной, минус 1,2 кг. Супер. Я рада. А, вот, Добрый день, у вашего курса есть противопоказания? Есть. Одно противопоказание. Если у вас есть психические заболевания, то вам не ко мне. Ну, вам ко мне на курс нельзя. Это единственное, да, то есть противопоказание. Дальше. Девушка пишет, вот, очень важный вопрос, который есть у всех. Я думаю, что есть у всех в голове, я сейчас попробую объяснить. Сначала зачитаю вопрос. Нужно делать практики вместо заедания или еще есть какие-то методы? Вот, например, если не хочется что-то чувствовать, а хочется заесть, то очень тяжело заставить себя делать практику. Ведь мозг выбирает быстрый и легкий способ. И говоришь себе, да ну их эти практики, и начинаешь есть. Девушка задавала на первом эфире несколько раз этот вопрос, и она даже в службу заботы задала этот вопрос. Смотрите, я вам объясняю, что мы живем в отношении пищевого поведения как собачки Павлова, в несознанке, как дети неразумные. Все тащим в рот. Все тащим в рот. И я в вас включаю людей разумных, да, здравомыслие включаю. Я в вас включаю самую высшую, высший отдел мозга, да, это неокортекс. И я у вас, да, то есть мне хочется, чтобы вы поняли, что если мы будем жить как дети неразумные, то мы будем дальше жрать и дальше будем полныть. Ну, очевидно, да, если будем жить как раньше. Если же мы понимаем, что у нас есть психологические причины, которые мы заедаем. Если у нас есть инструменты, при помощи которых мы можем это исцелить. Ну, мы как люди разумные должны принять решение, что да, есть инструменты рабочие, я хочу это менять, и я это применяю. Вот если бы мне кто-то раньше, еще до того, как я сама свою методику создала, да, если бы мне кто-то рассказал, что есть такая методика, что ты просто делаешь практику, выделяешь 20 минут, и у тебя отпадает аппетит, у тебя нормализуется твое питание, и ты абсолютно спокойно смотришь на свои любимые эклеры, девочки, я бы очень многое отдала. Ну, то есть не 19-900, вот на тот момент это были большие деньги, но я бы больше отдала просто за то, чтобы взять, да, то есть и 20 минут тратить на то, чтобы я была строй. Вот, дальше, следующий момент, я понимаю девушку, ее мысль заключается в том, что, типа, что теперь всю жизнь практики делать? Нет, практики не всю жизнь делать. То есть практики мы делаем, мы долгое время переедали, и, соответственно, в себя нужно сейчас вложиться. То есть вы переедали, ну, десятилетия, мы об этом говорили. Кто-то 5 лет, кто-то 7, кто-то 10 лет, да, кто-то 20-30 лет, да, имеет лишний вес. И я вам не говорю, если вы 30 лет носили с собой лишний вес, работать и делать практики 30 лет. Ну, знаете, психоанализе, год психоанализа – это год жизни твоей. То есть, соответственно, если тебе 30 лет, ты на психоанализ должен ходить 30 лет, да, плюс 30 лет умножаем. Вот, соответственно, то есть я не говорю вам так. Ну, то есть у каждого процесс происходит какое-то время, да, то есть за полтора месяца у вас, если вы будете применять методику, да, то есть будут, ну, концептуально качественные сдвиги. И да, первые полтора месяца нужно будет делать практику. Да, вот. Но это стоит того, это стоит того, чтобы потом пожизненно, да, то есть, ну, быть встроенной. Это вложение в себя. Кому-то придется делать, я вам больше скажу, кому-то придется, может быть, делать практики 2 месяца, кому-то 3 месяца. Все зависит от того, насколько сильна травматика. Это не методика плохая, это нагруженность ваша эмоциональная, да, то есть может быть достаточно серьезная. И у каждой это свой срок. Но это не 30 лет. Если вы 30 лет носили лишние килограммы, это не 30 лет, которые, ну, впереди, которые нужно делать практику. Нет. Вот. Дальше. Девушка пишет. Если не хочется что-то чувствовать, а хочется заесть, то очень тяжело заставлять себя делать практику. Ведь мозг выбирает быстрый, быстрый, легкий способ. Да. Мозг выбирает быстрый, легкий способ. Девочки. Но мы же осознанные, и если мы реально хотим построенеть и не играться в стройность, не играться в стройность, не играть, ну, вот в какие-то похудела, поправилась, да, было бы хорошо, чтобы мы включали не примитивные отделы нашего мозга, а высшие отделы нашего мозга и принимали решение, что да, если я переедаю, то мне лучше сделать практику. Ну, потому что я знаю, как мне после нее будет. Я буду чувствовать наполненность, я буду чувствовать нейтральность к этой еде, и я сохраню свою стройность. И дальше, девочки, дальше же это продолжается, если мы… Что продолжается? Мозг выбрал более легкий способ обожраться. А дальше я знаю, что происходит после обжираловки. Давайте сейчас об этом поговорим. Что происходит после обжираловки? Вот у меня, знаете, что происходило? Тритирование себя. Вот как вы себя чувствуете после того, как вы объелись? Вот я в то состояние, в ту чернуху, в которую я впадала после обжираловки, ну, то есть съела вкусного пирожного, а в душе говнище, извиняюсь, да, эмоциональное говнище, потому что ты себя ругаешь. Ты… Я четко чувствовала, девочки, у меня после каждой съеденной пачки эклеров, где было 5-6 штук, да, я чувствовала, как надуваются мои щеки вот так. Я чувствовала, как раздуваются мои бедра, как надувается мой живот. Прямо буквально через 20 минут я потом поняла этот процесс. Вот. То есть это просто, ну, как бы сахар очень быстро, да, то есть превращается в жир, и я это чувствовала на уровне тела. Я себя ругала, я говорила, что ж ты тряпка, обожралась, я подходила к зеркалу, я не нравилась себе, я из-за того, что не нравилась себе, начинала давить прыщи, я сама не понимала, что я делаю, начинала придираться к себе, да, на утро недовольство от весов, да, и так далее, девочки. То есть, ну, я думаю, что… И это же продолжается каждый день, а дальше это неуверенность в себе, а дальше это с утра невозможность надеть то, что ты хочешь, да, а дальше это в течение дня ты избегаешь социум, ты избегаешь, ты прячешься от людей, а вечером ты бежишь домой, не на тусовку какую-то, где ты блистаешь, там, красотка, да, стройная, а ты бежишь домой, бежишь домой, чтобы прятаться, да, то есть и дальше ты прячешься опять за едой. Ну, то есть это порочный круг, да, то есть если мы с этим не работаем, то наша жизнь по итогу катится, ну, по наклонной, да, она катится к чему? К тому, что мы, во-первых, полнеем, да, портится здоровье, у нас отдышка. Вот девушка, с которой разговаривал, разговаривал мой специалист вот недавно, да, она рассказывала, говорит, я не могу встать, я играю с детьми, да, то есть у меня лишний вес, я сажусь, а встать не могу. Я плачу от того, что я встать не могу. Мячик покатился, а я встать не могу. Девочки, то есть это вот к этому идет. Вот, и это идет к тому, что мы постоянно недовольны собой. И я думаю, что ради того, чтобы носить красивые платья, быть довольны собой, ну, можно же выделить время, хотя бы полтора месяца поставить стройность на важное место, да, поставить, ну, на важное место себя и начать делать практики, и делать то, что, ну, говорит Игнатова на курсе. Мне кажется, это стоит того, стоит того, чтобы быть уверенной в себе, стоит того, чтобы легкость чувствовать в теле, да, да, в конце концов, ну, мы все не молодеем, да, то есть стареть красиво, вот, то есть мы все не молодеем. Красиво достойно стареть, а не скрепить суставами, да, то есть и не носить груду лишних килограммов на своем позвоночнике, которые от этого, да, разрушаются. Вот, ну, то есть я думаю, что есть, ну, то есть как-то можно быть в осознанке, а можно быть и не в осознанке. Следующий вопрос, почитаю, что вы написали. Так, сделала практику вечером, все-таки обожралась, и появилось чувство вины, что я не смогла сдержаться, хотя раньше было, но обожралась и обожралась. Мы просто не чувствовали этого чувства вины, Мариночка. Так... Так, так, так... Я чувствую, как раздувает ноги, просто жесть. Наташа, жесть, пихаешь со стола все в себя, да. У меня такой жесткий ПМС был, сейчас про ПМС начну говорить. О, Танюша, Танюша в Телеграм-канале выложила свои фоточки. Ой, просто красотка, просто красотка невероятная. До и после. Так... Так, я всегда говорю, что если хочешь в туалет, то тебя ничего не остановит. А тут, значит, не хочешь. Это правда. Ну что ж, поехали дальше. Наталья, вы крутой, мотка прав. Следующий вопрос. Про почему нет результатов рассказала. Сложно себя мотивировать. Сложно себя мотивировать. Девочки, смотрите. Дело в том, что, ну, во-первых, на марафоне, да, здесь. Мы здесь, ну, как бы я для вас веду эфир, и вам важно, ну, просто включить эфир. Включить эфир и слушать. Я у вас не забираю еду. Я у вас ничего не забираю, да, то есть только лишь даю. А также и на курсе, допустим, если вы не можете, вы думаете, что вы не можете себя мотивировать. Но я знаю, как устроен мозг полного человека. Первые три дня. Эй, гей-гей, мы начинаем все, да, то есть четвертый день, меньше энергии, пятый день. На седьмой день человек начинает сдуваться. У нас на курсе в седьмой день есть урок, как не сорваться с программы. Это прям мозго-ритм, да, то есть который вправляет мозги на то, чтобы, и дает мотивацию на то, чтобы вы двигались дальше. Но важно, конечно, курс проходить, чтобы дойти до этого седьмого дня, да. Также у нас очень много поддержки. Вы находитесь в чате, если вы в тарифе вместе, да, вы находитесь в чате, и вам кураторы помогают, я помогаю. Если вы вдруг остановились, еще что-то случилось, вы в чат пишете, мы вам помогаем, подсказываем, что сделать, да. То есть, ну и плюс, когда вы в групповой энергии, да, то есть это дает очень мощную мотивацию. Вот, так что, ну, мотивация может быть извне, но также мотивация может быть и снаружи, да. То есть, когда вы начинаете видеть результаты, они вас мотивируют. То есть, когда вы видите, что у вас меняется поведение пищевое, что вы по-другому вообще смотрите на еду, как вы начинаете сдуваться, это мотивирует, понимаете. Это больше мотивирует по самом деле. И эта мотивация будет все сильнее и сильнее на курсе. Вот, так что, ну, по мотивации, да, вы, с одной стороны, себя ставите на важное место, ну и мы, конечно, вам с мотивацией помогаем. Так, вопрос, сколько стоит курс? Курс у нас стоит 19... Сейчас, сейчас я прям точные цифры скажу, чтобы вас не обмануть. То есть, у нас тариф вместе стоит 26 900, но сейчас курс стоит 19 900. Вот, за время марафона цена вот такая. Поэтому, если вы, ну, планируете, да, то есть, идти, то сейчас можете, ну, в эти дни, да, то есть, оплатить его. Если вы сомневаетесь, то вы можете оставить заявочку, да, то есть, и если что, да, хотя бы зафиксируйте цену. То есть, хотя бы зафиксируйте цену, но зачем переплачивать лучше вот сейчас, да, то есть, прям можете пройти по сайте, на сайте, да, то есть, оставить заявку, оставить свои данные. С вами свяжутся менеджеры и зафиксируют за вами цену. Вот, то есть, это вас ни к чему не обязывает, но при этом вы хотя бы, если надумаете, да, то сможете курс оплатить по низкой цене. Тариф я сама есть, то есть, там нет, в этом тарифе нет меня, нет кураторов, нет чата и нет модуля про проблемные части тела, вебинаров нет. Но есть основные семь модулей, этот тариф стоит 21 900 и на данный момент стоит 16 900. То есть, сейчас это самые лояльные цены, после марафона цены начнут повышаться, вот, и сейчас, ну, как бы заходят самые мотивированные, те, кому очень нужно, да, те, кто хотят, и те, кто, ну, умеют считать свои деньги, вот, и не переплачивать. Вот, поэтому всех жду, да, если вы вдруг решитесь. И также у нас вот до завтрашнего дня, завтра марафон заканчивается, да, то есть завтра в 23.55 заканчивается возможность купить курс и получить в подарок курс, который называется «Как избавиться от зависимости к сладости». Так, ну что ж, почитаю ваши вопросы и будем двигаться дальше. Конечно. Подарок можно зафиксировать? Да, вы оставляете заявочку, и с вами связываются менеджеры, они за вами фиксируют, да, и цену, и, ну, то есть подарок, если вы оплатите до 18-го числа, да, то есть 18-го исключительно. Если позже, то подарок вы не получите. То есть сейчас можете оставить заявку, завтра оплатить, например. Так, я купила ППС, но очень боюсь, что похудеть не удастся из-за очень долгого стажа полноты. Ну, сегодня мы об этом поговорим. Ну, то есть если вы будете пользоваться методиками, вам нужно просто принять тот факт, что если у вас долгий стаж полноты, это значит накоплено много переживаний, вам просто нужно будет с этими переживаниями работать. Вот и все. Так. Так, пока мы в вашем поле, куча энергии, а без вас сразу стухает. Ну, вот поэтому я и даю вам возможность пойти на курсы еще полтора месяца, да, то есть я буду тащить вас на своих профессиональных плечах, а дальше, когда вы построенеете, я вам не нужна буду. Неожиданно поняла, что переживаю, что кожа обвиснет, если смогу убрать 25 кг. Сегодня об этом поговорим. Хорошо, ну что ж, поехали. Тема ПМС. Очень многие, вот сейчас поставьте, пожалуйста, единички, те, у кого ПМС. Вот опишите, опишите, пожалуйста, как у вас это проходит, что происходит во время ПМС. За сколько времени можно сбросить вес? Ну, смотрите, в среднем у нас девушки снижают на программе за месяц от 3 до 8 кг. Вот считайте, считайте, сколько у вас лишних килограммов, считайте, сколько месяцев. Так, а бывали экстремально толстые люди? Как они справились? Ну, что такое экстремально толстые? Для каждого экстремально толстые – это разное понятие. То есть у нас девушка вот была 140 кг. Ну, постепенно, как справлялась? Работала над собой и снижала вес в своем темпе постепенно, да, то есть снизила до двухзначного числа сейчас, вот, двигается дальше. Так, что такое ПМС? Предменструальный синдром. Если вы не знаете, что такое ПМС, мне кажется, у вас его нет. Предменструальный синдром – это когда за несколько дней до начала менструации появляется раздражительность, появляется такая очень острая реакция на вообще все, да, то есть мы начинаем плакать, агрессировать, раздражаться. Очень такая эмоциональная чувствительность появляется. Ну, и, конечно, люди в этот период наедаются, да, и перед менструацией, ну, где-то 2-3, а то, может быть, и 5 кг набирают. Когда ПМС заканчивается, ну, какое-то количество килограммов слетает. Так, хочется сожрать слона, вот девушки пишут. Хочется есть сладкое, болит живот и укутаться в одеяло, ничего не делать. Ешь в течение дня, постоянно нет чувства насыщения, такое ощущение, что выключен отдел насыщения. Моими словами уже говорить. Так, у меня уже климакс, это еще хуже, чем ПМС. Про климакс чуть позже сегодня расскажу. Хочется шоколад и телек. Отекает нижняя часть тела при ПМС живот и ноги. Вот, то есть ПМС, смотрите, дело в том, что психика и тело неотделимы. И я вам сейчас буду рассказывать, почему мы отекаем, да, почему мы едим во время ПМС, почему лишние килограммы набираются. Психика и тело неотделимы. И мы на первом эфире говорили о том, что мы заедаем различные эмоции. Мы все в жизни заедаем. И в течение месяца с нами происходят различные события, ситуации, переживания. Мы даже можем не помнить, что с нами за месяц происходило. Где-то мужчина обидел, где-то нам, не знаю, нагрубили, где-то мы испытали страх, где-то тревогу и так далее. И мы все это в течение месяца заедали. Ну, заедали так, знаете, заело и успокоилось, заело и успокоилось. Но если мы не работали с этими эмоциями, то эти эмоции, помните первый эфир, они оседают в нашем бессознательном, в первую очередь, да, ну и потом выходят на уровень тела, если мы не работаем с этими проблемами. И психика и тело связаны. И гормональный сдвиг, да, ну, как бы менструация, да, это гормональный сдвиг. То есть у нас постоянно происходят разные, различного уровня гормональные сдвиги, да, то есть и менструация, вообще, в принципе, да, менструальный цикл – это гормональные сдвиги. То есть и когда происходит гормональный сдвиг, во время менструации, что у нас происходит? Очищение, да, то есть освобождение, вот, ну, то есть с выделениями, да, то есть у нас происходит очищение. То есть и нам психика тоже говорит, дорогая, вот дня за три до менструации, да, То есть почему мы становимся темнее тучи, почему мы раздражённые становимся, почему мы злимся, почему нам больно, почему мы плачем. Потому что психика нам показывает, дорогая, ты за месяц, вот она вываливает нам сразу же всё, вот всё, что мы за месяц не проработали, всё, что мы проживали и заедали, психика нам вываливает и говорит, дорогая, ты с этим что-то делать будешь или нет? А дорогая хозяйка этого тела, она, к сожалению, не знает, как с этим работать. Она не знает, но не работает, не применяет практики по освобождению страха, не пишет масгоритмы по освобождению от раздражения, не пишет масгоритмы, допустим, на одиночество или на какое-то ощущение недовольства и так далее. И не прорабатывает это. И мы, когда у нас начинается менструация, чувствуем все эти эмоции, которые накоплены, мы не знаем, что с ними делать, мы даже не осознаем, почему мы злимся, почему мы плачем, почему мы еще что-то делаем, да, то есть почему у нас эмоции, нам просто плохо, да, потому что эмоции всем комом вот так вот поднимаются, вот, вываливаются вот так. Вот психика говорит, вот, получите, да. И мы включаем всего лишь привычный способ рефлекс переедания, вот и все. То есть и мы поэтому, то есть мы в течение дня заедали-заедали эти эмоции каждый день понемножку, да, а в три дня до начала менструации у нас все это вываливается, и мы, не зная других способов, как с этим справиться или не хотят с этим работать, да, мы просто едим в разы больше. Я, вот, знаете, в своей жизни испытывала всего лишь два раза ПМС. Боже, не дай бог, девочки. Я вот в тот момент думала, неужели женщины каждый месяц это испытывают? Это просто ужас. Это, ну, это невозможные какие-то чувства. То есть ты то плачешь, тебя то раздражает, ты как оголенный нерв, и рот не закрывается. То есть действительно хочется съесть слона. Это не... Ну, то есть я поняла, что, боже, надо делать все возможное, чтобы этого не было. Два раза у меня был вот этот синдром, не дай бог. Вот. И мы, заедая-заедая-заедая, да, то есть мы едим-едим-едим, не можем остановиться, не можем... Это мы не можем подавить эти чувства, да, то есть мы то плачем, то смеемся, то агрессируем, то раздражаемся и заедаем, 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 да. То есть и через какое-то время психика справляет, психика говорит, ну, ладно, хорошо. В этот раз хозяйка тоже заела. Ладно, менструация как-то помогла немножко очиститься, расслабиться на уровне тела. Окей. Вот. То есть и вот ПМС, да, то есть что нужно делать, чтобы мы перестали есть? У меня девочки на курсе пробуждения природной стройности учатся писать мозго-ритмы, которые подходят под любую ситуацию. Страх, тревога, раздражение, злость, обидел кто-то, сама не уверена в себе и так далее. И, девочки, просто в эти дни нужно сделать акцент на проработку того, что у тебя есть. То есть не идти и есть, а осознавать. Вот меня бесит муж, вот я переживаю, что я на работе недостаточно хороша, вот я еще что-то, да, у меня страх за будущее, вот еще что-то. И с этим работать. То есть и постепенно, вот так, от ПМС к ПМС каждый месяц, да, психика показывает, ты работаешь, работаешь, прорабатываешь свои сложности во взаимоотношениях с людьми. И ПМС становится все легче, легче. Ты уже не набираешь ПМС ничего. Ты уже начинаешь, ну, как ела нормально, так и ешь продолжаешь, хоть ПМС, хоть не ПМС. И ПМС тебе становится не страшным. У меня так эмоции каждый день скачут, ну, вот вам точно на мой курс. Ну, то есть если вы хотите стать более, в первую очередь, эмоционально уравновешенной, то вам нужно учиться писать мозгоритмы и работать с этим. Так, происходит расстройство вегетативной системы. Расстройство вегетативной системы – это следствие. Сначала все происходит на уровне нашей психики. То есть мы испытываем эмоции. Мы испытываем эмоции. Если мы на уровне нашей психики не работаем, не прорабатываем наши проблемы, то все выходит на уровень тела. То есть это уже называется психосоматика. Так, сколько можно сбросить вес за месяц? У меня на курсе девушки сбрасывают вес от 3 до 8 килограммов за месяц. Все зависит от того, как они интенсивно работают со своей головой, как они делают практики, как они пишут мозгоритмы. Все в ваших руках. Вот, поэтому считайте, сколько у вас лишних килограммов и рассчитывайте, за сколько вы сможете снизить вес. Так, дальше. Следующий момент. Девочки, понятно, то есть вот объясните, скажите мне, пожалуйста, понятно, я объяснила про ПМС. То есть тут всего лишь ПМС – это не какая-то трагедия, это не какая-то данность. Ни в коем случае. Это всего лишь наша, то есть понимаете, наш психический аппарат так устроен, они в содружестве с гормональной системой работают. И у нас есть самоочищающаяся система еще в виде ПМС, да, которая показывает, любимая моя, дорогая хозяюшка, пожалуйста, поработай с этим, ну сделай хоть что-нибудь с этим. Я не могу это все эмоциональное говнище, извиняюсь, вот это все эмоциональное гэ таскать. Я уже устала. Неужели ты не устала вот это все заедать? И во время, ну как бы, ПМС просто нужно будет чуть больше с собой поработать. Вот, что такое мозгаритмы? Это моя авторская методика, при помощи которой мы расформировываем старые нейронные связи в отношении пищевого поведения и выстраиваем новые нейронные связи в отношении пищевого поведения. И таким образом меняем мышление полного человека на мышление стройного человека. В открытом доступе не даю, даю только свои аудиом мозгаритмы, вы их должны были получить в ответ на регистрацию на марафон. Если вы их слушаете, вы должны уже начать тоже по-другому относиться к еде и стройнеть. Вот, и вы на курсе учитесь писать свои индивидуальные, у каждой своя индивидуальная проблема, да, то есть вы будете учиться писать свои мазгаритмы, которые будут вас вести к стройности. Так, если вегетативная система сломалась в детстве, как быть? Работать с детством. То есть работать с детством, значит, что-то было, предшествовало тому, что вегетативная система сломалась. То есть, и когда вы приходите на курс ко мне, да, то есть вы ищете эти моменты, и у вас, слава богу, есть инструменты, как с этим работать, как это проработать, да, то есть и, ну, сделать так, чтобы вы стройнели, чтобы поломка вегетативной системе не мешала вашей стройности. Так, точно, меня бесит муж, муж, я полы мою, он лежит на диване, пошла, включила пылесос и дала ему в руки, иначе прибила бы. Ну вот это значит, что к мужу накопилось много эмоций, вы с ними ничего не делаете, а было бы хорошо писать маргаритмы, работать, да, над отношениями, чтобы, ну, как бы в отношениях была любовь, да, то есть любящие отношения. Вот, если вы в течение дня не работаете с накопленным негативом, то в ПМС этот негатив, он выходит, ну, то есть и он показывает и говорит, что, дорогая, пожалуйста, что-то сделайте с этим. Так, какая стоимость курса и продолжительность? Курс длится полтора месяца, стоит, тарифом вместе, это тот тариф, который я рекомендую, стоит 26 900, да, но сейчас в рамках нашего марафона он стоит 19 900. Тариф я сама, он стоит 21 900, и, ну, сейчас он продается за 16 900. Так, все, вы моя лучшая подруга теперь, спасибо, это минус 30 кг, но после похудения 7 кг ходят туда-сюда, вот это значит, что, это значит, что что-то недоработано, вот эти 7 килограммов, вот когда-то вы набрали этих 7 килограммов, да, то есть при каких-то обстоятельствах, и вот эти обстоятельства нужно проработать. Когда вы проработаете эти обстоятельства, да, то есть вы отпустите эти 7 кг. Так, понятно, все. Так, вы проживаете во Франции? Нет, я проживаю в России. Хорошо, дальше идем. По ПМС понятно. Жду 29 мая, так не ждите, вы же, вы же проходите сейчас, у вас у ГУГО там сколько материала уже, и материалы при подобучении, и курс по сладостям, так что проходите. Так, а может просто рот зашить? Ну, пробуйте, если у вас получается, и если вы от этого не страдаете, если вы спокойно себя чувствуете при том, что у вас рот зашит, ну, прекрасно, вперед, вот никому не запрещаю. Я лично сама себе не могла рот зашить, ну, я обещала себе каждый день, вчера я об этом рассказывала, обещала каждый день сесть на диету и меньше жрать. Ну, есть же такое выражение, просто надо меньше жрать. Умники некоторые говорят, да, что надо просто меньше жрать, вот, ну, попробуй меньше жрать. Ну, каждый день ты себе обещаешь завтра меньше жрать, а сегодня наедаешься. Вот, и поэтому нужно, может быть, начать, стать более осознанными людьми и понять, что проблемы в голове, и надо начать лечить голову, из головы начинать. Ну, рыба обычно что делает? Гнёт с головы. Вот, так же и у нас. Все проблемы в голове, и их нужно начать, с ними начать нужно работать. Вот, ну, мне, например, не смешно. Вот, от таких шуток. Окей, поехали дальше. Следующий момент – это возраст. То есть у некоторых есть ощущение, да, и убеждение, что после 40 лишний вес – это норма. Ну, лишний вес – это как будто бы, ну, вот я же становлюсь вот авторитетнее, там, вот как-то это, да, и, ну, то есть лишний вес – это окей. Ну, плюс 5 лишних килограммов, плюс 10 лишних килограммов, когда у меня 40, когда мне 40 плюс, да, ничего. Почему это происходит? Из-за того, что женщины не знают, то есть им не удаётся после 40, всё реже удаётся снизить вес, они находят вот такое, ну, скажем так, оправдание, что ли, или убеждение, которое, ну, им помогает не чувствовать себя тряпками, помогает в себе не до конца разочаровываться. Потому что если им скажут, что после 40 реально быть стройной, и это может даться легко, они не знают, как к стройности легко прийти, и они будут себя третировать, и ещё в больший коллапс зайдут, да. И поэтому, ну, как-то людям выгодно, да, то есть находить вот эти вот убеждения ложные и в них верить, и опускать руки. А на самом деле, девочки, у меня девушки и в 40, и после 40 строение, и после 50, и после 60, и после 80, 82 года у нас девушка, да, вот на курсе была, и она построенела. Ей не помешал ни возраст, ни менопауза, ни там большой этот, господи, стаж в лишнем весе, просто брала и делала. Ну, сейчас буду объяснять, почему не получается. Вот смотрите, я вчера рассказывала, что я худею, худела с 15 лет, с 15 лет, да. И вот раньше, допустим, в 17 лет я могла посидеть на яблоках один день и минус 3 килограмма, ну, потому что метаболизм, активность, да, была такая сильная. Вот в 25 мне нужно было, ну, сколько там, ну, 2 дня на какой-то диете, чтобы там те же 3 килограмма сбросить, да. Потом в 30, это уже, ну, ты себя фиг соберешь, да, то есть на эти 2-3 дня на яблоки какие-то или на какой-то жескач. И это не потому, что мы тряпками становимся, это потому, что сила воли – это конечный ресурс. И силы воли у нас, ну, в более молодом возрасте больше, сила воли заканчивается. И вот я правда говорю, что когда мне 30 бабахнуло, да, я поняла, что, блин, ну, я не хочу жить на силе воли в своей жизни. Я хочу жить только на удовольствие, я не хочу себя заставлять делать что-то, вот. И почему мы 40 не можем, 40 и 40 плюс, да, все сложнее, не можешь себя собрать даже, вот, собрать в кучу, чтобы начать стройник. Потому что у нас за годы нашей жизни накапливается все больше и больше проблем. В 17 лет, ну, какие у тебя проблемы? Первая любовь, мальчики, ну, и проблемы там с родителями, да, или там нечего надеть, потому что мама тебе красивое платье не купила. Ну, какие там проблемы? В 25 чуть побольше там проблем, в 30 уже побольше проблем, да, то есть, ну, даже до 30, ну, что там за проблемы? Ну, развод, может быть, ну, не знаю, смена работы, может быть, да, то есть, ну, проблемы с деньгами, не так много проблем. К 40 уже накапливается больше проблем, а мы говорим, да, что накопленные проблемы, они провоцируют нас на все большее переедание и на набор лишнего веса. И поэтому, чем старше мы становимся, тем больше проблем, тем больше их хочется заедать и тем меньше силы воли. Поэтому сначала мы работаем, да, с головой, да, для того, чтобы расчистить свою голову от проблем, а вместе с этими проблемами отпускать лишние килограммы. Я всегда говорю, наши лишние килограммы – это килограммы накопленных эмоций, разных эмоций. И моя методика работает так, что мы, отпуская наши эмоции, прорабатывая переживания, при которых мы набирали вес, мы отпускаем лишние килограммы. Вот это так бывает, да, то есть, и девушки пишут мозгоритмы, и с них слетают те килограммы, которые они набирали при определенных обстоятельствах. Развелась с мужем, набрала плюс 5 или плюс 10, проработала эту проблему, которая была давно, там, не знаю, лет 10 назад, проработала эту проблему, эти 5-10 килограммов слетели. Почему? Потому что эти 10 килограммов ей сигнализировали о том, что вот она боль, она не проработана. Помните, вчера говорила, да, что лишние килограммы и жир обладают памятью и интеллектом. То есть, там хранится память о наших непроработанных ситуациях. То есть, и девочки после 40, у меня абсолютно естественное настроение, просто работая с головой, да, и работая с головой, они начинают чувствовать свое тело, чувствовать, что их перестает тянуть на привычную еду, которой они заедали свои проблемы, начинают чувствовать свое тело, да, прекрасное, и начинают выбирать ту еду, да, абсолютно, естественно, добровольно они носили воли, ту еду, которая ведет их к стройности. Вот, то есть, поэтому, девочки, когда нам 40 и 40+, ничего страшного, постройнеть можно, нужно только лишь накопить вот этот багаж эмоциональной боли, которую мы, ну, как бы носим с собой, вот и все, и килограммы слетают. Так, скажите, пожалуйста, понятно, я объяснила, то есть, поэтому, ну, как бы, можно, конечно, долго верить в эти убеждения, а можно, ну, понять, что, ну, да, накоплено, надо с этим просто поработать. Так, скажите, понятно? Так, а если не помню все проблемы, при которых я набрала лишние килограммы? Девочки, я, каждый урок у нас посвящен разным событиям в нашей жизни, разным ситуациям, и вы, работая с собой, вы постепенно, то есть, сейчас вы не помните, потому что, ну, у нас психика работает как фильтр, да, то есть, мы не можем все сейчас помнить, вот, но когда мы начинаем работать с собой в психотерапии, у нас начинают подниматься эти события, воспоминания, да, то есть, и вы абсолютно, естественно, вспоминаете, ну, как бы, какие-то ситуации, да, и их прорабатываете. Иногда, ну, мы помогаем, да, то есть, уроки помогают вспомнить эти ситуации. Так, все понятно. Верно, с 42-х лет начала есть, когда стало ясно, что с мужем как горох об стену, да, то есть, вот, эту проблему вот просто можно прописать, проработать, и все, и вес может вообще, ну, вернуться, да, то есть, и вы можете прийти к своей природной стройности. Так, понятно, что делать, если болячки беспокоят? Ну, с болячками нужно идти к врачам, вот, и надо понимать, что с возрастом, конечно, наше тело, если мы его до 40 методично разрушали, едой, режимом, стрессами, эмоциями, которые мы не прорабатывали, то оно будет давать сбои, то есть, с болячками к врачам, а ко мне работать с эмоциональными переживаниями, вот, и все, прорабатывать свои переживания по поводу этих болячек. Так. Ну, то есть, с подагрой к врачам, стройнеть ко мне, вот, и все. То есть, девочки, не надо накладывать на курс все-все ожидания, что я решу все-все ваши проблемы. У меня курсов много, и на каждом курсе я решаю разные проблемы. Вот, с подагрой к врачу. Так, я удивляюсь вашим терпением сто раз на один и тот же вопрос. Диета специальная. Хорошо, диета специальная. На курс вы можете прийти, работать с головой, но при этом эту диету, эту диету соблюдать. То есть, вы можете не брать мои рекомендации по питанию, но работа с головой вам поможет удерживать вашу диету, если у вас специальная диета. Вот, то есть, скажите, а вам удается идеально держать диету? Ну, правда, вот, по-честному скажите. Потому что диету и при диабете дают, диету при разных, при гастритах дают. Только вопрос, люди вообще эту диету соблюдают или нет. Так, экзема. Вот экзема у меня была долгое время, пока я себя не проработала. Что такое проработка? Это применение психологических методик и практик для решения наших внутренних проблем. Всегда был лишний вес. Когда вышла замуж после свадьбы, за пару месяцев набрала около 5 килограмм. Какие в этом случае проблемы? Так вот, вы же описали, вы вышли замуж, и там что-то произошло. Вот, вам нужно будет с этим работать на курсе. Так, все, я рада, что понятно. Наталья, добрый вечер. Подскажите, сколько вам лет? Мне 41 год. Ох, у меня столько всего, что и 100 лет не хватит. Хватит. Ну, как бы, нужно просто эффективные методики применять. Всю жизнь как гармошка. То худею, то поправляюсь. Трудности с удержанием веса. Притом набираю еще больше вес. Вчера был посвящен этому эфир. Я вам рассказывала, почему мы не можем удержать вес. Ну, и завтра буду рассказывать. Так, Наталья, расскажите. А нереализованность тоже может быть практикой? Можно будет практикой проработать? Практикой на этом марафоне? Ну, может быть, попробовать через первую практику? А вот на курсе вы через мозг-ритмы это сможете проработать. Нереализованность очень сильно раздувает тело. Так, на курсе много плакать придется? Ну, странный вопрос. Ну, сколько боли внутри? Ну, столько будете отпускать. Не знаю, сколько придется. Что вы скажете по поводу Гербалайфа? Знаете, давайте я лучше вас отведу. Скажу вам, найдите эфир у меня с Юлей. Она пила Гербалайф перед моим курсом. Вот, она вам больше расскажет про Гербалайф. Я не люблю давать оценку не своим методикам. Вы не ответили на мой вопрос. Продублируйте, я постараюсь ответить. Ну, пропустила, возможно. После первой практики ревела как белога. Поняла. Хорошо. Девочки, смотрите, я переживаю опять, что опять эфир в запрещенке не сохранится. Давайте мы сделаем так. Запрещенку сейчас завершу эфир, и вы заново заходите, когда я его постараюсь запустить. Если вдруг вы не сможете зайти на эфир, переходите в телеграм-канал. В телеграм-канале эфир я не завершаю. То есть вы сможете к нему присоединиться. Хорошо? Вот. Так, ладно, сейчас не читаю. Наталья, а беременным можно заниматься? Худею на дефиците калорий беременная. Ой-ой-ой. Не можно, а нужно. Давайте сразу расскажу. То есть беременным нужно у меня пройти терапию. Для чего? Чтобы еще внутриутробно не приучать ребенка к дефицитам. Чтобы он не родился и не начал за вас лезть. Знаете, когда мама чего-то себе не позволяет, дети себе позволяют. Второе. Чтобы вы ребенка не приучили к перееданию еще внутриутробно. Дальше. Чтобы вы ребенку не передали внутриутробно свои травмы, а проработали их. И когда ребенок родится, чтобы вы понимали, как с ребенком взаимодействовать. Чтобы он в своей взрослой жизни не переедал и не имел лишний килограмм. Когда зайдете на курс, вы мне скажите, что вы беременна. То есть я вам дам просто рекомендации. Так. Работа с головой мне дала кучу положительных эмоций. 10 лет на инвалидности жить, начиная заново. Вау. Что такое мозговитм? Я уже отвечала на этот вопрос. Мне кажется, вы меня не слышали. Это моя авторская методика, которая меняет наше мышление в отношении стройности. Так. После Гербайлайф я поправилась на 40 килограмм. Ну, понятно, если вы себя... Понимаете, вы можете худеть, но хоть на чем. Хоть на каких-то супердиетах, хоть на супер каких-то методиках, да, то есть питание. Хоть на чем. Если вы не работаете правильно с головой и не разделяете эмоции с едой, то в какой-то момент вы срываетесь и продолжаете наедать. Вчера я об этом рассказала. Вы наедаете то, что сбросили, вот, и плюс к вам прилетает еще лишний, еще лишний килограмм. Потому что нет проработки головы. У меня не получается телеграм-канал. Хорошо. Итак, давайте я все-таки завершу эфир здесь и будем двигаться дальше. Вы заходите, если он у меня получится, его запустить снова. Боже, пожалуйста. Знаете, уже не дышишь, когда эфир сохраняется. Так, давайте я здесь телеграм почитаю. Меня тоже интересует, что делать, если проблемы с щитовидкой, вес не уходит. Сейчас, девочки, у нас будет тема про гормональные проблемы, да, то есть я вам тоже расскажу. Помогите, пожалуйста. Все, сохранился. Все, эфир запустила. Пусть девочки заходят. Ну что ж, следующая тема – это гормональные сбои. Гормональные сбои. А можно отдельно купить курс по проблемным зонам? Нет. Это не курс, это модуль. Это последний модуль. То есть пока вы не проработаете себя на курсе, на всем, на всех модулях до этого курса, вам этот модуль по проблемным частям темы, тело, вы не поймете, как с этим работать. То есть весь курс, он поступательный. Это не вырванные модули, просто, знаете, оторванные от реальности. Каждый модуль взаимозависим, да, то есть мы проходим от модуля к модулю и себя прорабатываем. И когда мы доходим до темы проблемных зон, да, вот до модуля проблемные зоны на курсе, да, то вы уже понимаете, вы уже многое проработали, вы уже понимаете, вы уже построенели, да, то есть и вы понимаете, как работать с этими проблемными зонами. Поэтому нет. Ну, то есть даже, ну, в этом нет смысла. Хорошо. Гормональные, гормональные изменения. Девочки, ну как не слышно. Вот у меня, я включила звук полностью. А можно похудеть, принимая левотероксин. Пробуйте, пробуйте. Потом мне расскажете результаты. Может быть, придете, может быть, когда наиграетесь во все вот эти вот, типа быстрые и эффективные таблетки от похудения, ну, может быть, уже дорастете до Игнатовой и начнете по-нормальному худеть. То есть вижу, что слышно. Хорошо. Гормональные сбои. Это разные истории, да, то есть у каждой свой, скажем так, диагноз. Напишите, у кого есть гормональные сбои. Вот. То есть я вам, ну, наверное, ничего нового не скажу, но... Что у нас происходит с психикой? Психика неотрывна от тела. И дело в том, что когда у нас на эмоциональном плане или в жизни что-то происходит, и мы с этим не можем справиться, мы не работаем с этим, методично заедаем, мы не знаем, как справиться, да, то есть мы все время пытаемся вот вытеснить, забыть эти эмоции, перестать их чувствовать. Вот как девушка сегодня писала, да, не хочу чувствовать эти чувства, эмоции, просто пойду лучше поем, да. Мы это вытесняем, вытесняем. Психика тоже вам, знаете, не резиновый мешок, и она по мере того, как идет накопление всего этого проблематичного, непроработанного материала, если вы не делаете практики, не пишете маргаритмы или не применяете какие-то другие методики по работе с этими чувствами, эмоциями, да, и проблемами, то тогда, ну, психика не справляется, и все. Эти проблемы начинают выходить на уровень тела. И у каждой из вас слабые есть зоны, у нас, у меня тоже есть слабые зоны в теле, да, то есть и вот эти непроработанные проблемы, они выходят на уровень слабой зоны в теле. И уже психика, она кричала, кричала, хозяйка, мне плохо, у меня душа болит, хозяйка, мне плохо, мне больно эмоционально, мне страшно и так далее. Вы с этим не работали, это все перешло на уровень тела. У каждой своя болячка вылезает. Вот, то же самое происходит и с гормональными сбоями. То есть что-то до того, как гормональный сбой был, вы сейчас можете помнить об этом, можете не помнить. Если помните, то напишите, что было, какие события, какие происшествия были, какие эмоции вы испытывали перед гормональным сбоем. На пустом месте гормональный сбой не происходит. Ну не происходит, девочки, вот не поверю. Просто если бы вы, каждая, сидели сейчас у меня на индивидуальной терапии, да, то есть мы бы с вами нашли это. Вот, напишите, да, что предшествовало гормональным сбоям. Это мог быть не один какой-то момент, это могла быть не одна ситуация или не какая-то трагедия. Это могли быть накопленные, периодически повторяющиеся ситуации или просто накопленные проблемы, которые вышли именно на гормональную систему, да, то есть у вас была слаба, да, то есть психосоматика вышла уже на именно уровень гормонов. Так, я сегодня попала случайно на эфир, с какого модуля надо начинать? Вы в моей ленте увидите, то есть там вот три дня назад, в понедельник, начался первый эфир. С него начните, но сегодня оставайтесь, у нас еще практика будет сегодня. Так, папу похоронили и узнала, что через три недели жду ребенка. Вот, здравствуйте, да, то есть проблема. Так, гормональный сбой при климаксе, про климакс мы еще поговорим. Так, щитовидка не работает, вместо нее гормональные таблетки. У меня инсулинорезистентность и гипотиреоз, поняла. Жанна пишет, у меня те же диагнозы, я худею с Игнатовой. У девушки что? Инсулинорезистентность, ожирение и гипотиреоз. Вот, ну то есть у меня девушки худеют вне зависимости от их диагнозов. Вот, диагнозы отдельно, да, то есть они уже вышли на уровень тела. Я вам не, ну как бы не врать, чтобы ваши диагнозы лечить. Я работаю со стройностью, очень эффективно работаю со стройностью. С вашими диагнозами можно постройнить. Просто придется поработать чуть дольше. Переезд в холод с теплой страны, стрессы, вот и полетел зной, да. У меня нет щитовидки. Что предшествовало тому, что, ну как бы вам удалили щитовидку? То есть у меня нет щитовидки, это уже следствие. Какие эмоции и переживания предшествовали тому, что у вас появились сбои в щитовидной железе? В 5 лет поликистоз и кровотечение. Даже не знаю, о чем вспоминать. Может, это мамина переданная, или это мамина, или мамина отношение к вам как к девочке, или еще это может быть папина отношение к вам как к девочке, и так далее. То есть это вот очень, ну такие индивидуальные моменты, на курсе вы можете это поймать. Так, у меня паническая атака. Так, я долго замолчала, смолчивала. Вы опять пишете, Лена, вы опять пишете узлы. Узлы – это опять следствие. Услышьте меня, пожалуйста, Леночка. Еще раз. То есть до того, как у нас появились проблемы в теле, у нас были какие-то эмоциональные переживания. И до того, как у вас появились узлы, у вас скорее всего, а не скорее всего, а точно, то есть были какие-то накопленные эмоциональные переживания. Вы с ними не работали, вы их удерживали, вы с ними не справлялись с этими эмоциональными переживаниями. И они, это называется психосоматика, да, они уже перешли на уровень вашего тела. Вам тело при помощи узлов показало, дорогая, ты вообще со своими проблемами в жизни что-то планируешь делать или нет. Лена не услышала, не поняла сигналы тела, потому что нас в школе не учат, не учат понимать, чувствовать себя, да, то есть нас учат чувствовать других, ради других что-то делать, но не ради себя. Лена не поняла сигналы своего тела и дальше продолжала жить в тех проблемах, которые у нее были в жизни, не разрешала эти проблемы и по итогу, ну, как бы эти узлы съели щитовидку, да, давайте так. То есть эти проблемы, не узлы даже, а те проблемы, которые не были разрешены на уровне головы и психики, они съели щитовидку, все. Ну, то есть ее пришлось удалить, понимаете, вот. А дальше идет, ну, следующие органы, да, то есть и таким образом наши непроработанные проблемы, они забирают у нас органами, да, то есть не ту, не просто болезнями, а органами. То есть одна девушка у нас в телеграм-канале написала, ну, у меня просто, ну, гормональный сбой, вот. Я говорю, ну, хорошо, я начала с нее взаимодействовать, да, что у вас было, предшествовало, что. Ну, да у меня просто лишний вес, потому что у меня яичники удалены. Хорошо, но яичники же не просто так девочки удаляют. Ну, то есть яичники удалены, да, то есть яичники, ну, если говорить, это наша женская система, это значит, что-то накоплено в теме сексуальности, это значит, накоплено очень много обид на мужчин, это значит, что кто-то ее обесценивал как женщину, она с этим не работала, она сама себя обесценивала как женщину, еще плюс считала, наверное, себя, ну, там, недостаточно достойной, да, и так далее. И тогда вот эти все чувства, они долбанули, извиняюсь, да, то есть по яичникам так, что их пришлось удавить, то есть органы, да, то есть они, эти чувства, эмоции, они съели эти органы, вот. Ну, щитовидка, я вам сразу скажу, то есть это то, что вы не говорите на, вы не говорите то, что вы думаете, вы боитесь людей обидеть, вы копите, 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 иногда, может быть, срываетесь, да, вы очень часто не говорите, то, что вы, ну, как бы, то, что реально нужно сказать, да, то есть и, соответственно, ну, как бы, идет по щитовидке, да, удар. Так, а что делать-то? Лен, так вы не ответили, то есть вы не хотите со мной взаимодействовать, я же вот, да, как точно, вот, то есть что было-то? Что делать-то? Я вот практики даю, на марафоне даю практики, на курсе говорю, что мы будем писать мозгоритмы и убирать эти чувства, эмоции, вытаскивать их, да, то есть и при помощи мозгоритмов, да, то есть убирать лишний вес. Удаление матки о чем говорит? Вся наша репродуктивная система – это о том, как мы к себе относимся, как к женщине, о том, как к нам относятся, как к женщине. Если мы позволяли себя обесценивать, как женщину, унижать, если мы себе запрещаем секс, если мы не получаем удовольствие в сексе, если мы, ну, себя не чувствуем женщинами привлекательными, сексуальными, чувственными, если мы себя не позволяем раскрыть как женщину, да, то есть то тогда ее, ну, как бы психосоматика выходит на репродуктивную систему. Так, отлично, я к вам готова. О, хорошо. Быстро я вас прогрела. Хорошо. Окей. Смотрите, давайте я вам, ну, то есть вот люди, у которых гормональные сбои, они, правда, могут уже есть, как птички, то есть у них диета специальная, они едят, как птички, мало могут есть, но вес не снижается, иногда даже на огурцах набирается, да, съела огурец и раздулась. Вот это говорит о том, что, девочки, вот мы раздуваемся, как шарики, из-за того, что уже так накоплено все, так там переполнено, да, что от огурца, нет, практика будет еще, сейчас я понимание еще додам, и практика будет, так раздувает огурца, понимаете, что уже тело, оно говорит, хозяюшка, беденый, я бедненькая, я бедненькое тело, вот сделай что-то, да, то есть мы у нас не научили слышать, да, себя, нас не учили, мы не научили правильно работать со своими эмоциями, то есть это должны быть в школе отдельные предметы на проработку своих чувств, эмоций, на то, чтобы ты могла эмоционально себя стабилизировать и так далее. Вот, так вот, что происходит на курсах? Девушки прорабатывают те проблемы, которые предшествовали, да, вот этим гормональным сбоем, неважно по какой системе, да, то есть бьет гормональный сбой, и у них начинает снижаться вес, то есть очень много, то есть девочки очень много, у меня девушек с инсулинорезистентностью, это самая распространенная, да, ну, такая вот история, да, то есть и девушки снижают вес, просто пишут маргаритмы и делают практики. Вот, кстати, девушка сегодня написала, у нее тоже гормональный сбой, да, то есть за марафон минус один килограмм. Вы правы, у меня склероз матки началось в 34 года, и все, что вы говорите, все про меня, ну вот, видите, ну, то есть это не я придумала, это так, ну, как бы, ну, как бы я из-за того, что знаю, как устроен мозг, да, то есть я вам это объясняю, но на самом деле просто нужно научиться вот читать, слышать, да, тело свое. Так, научите меня, и я никак не добьюсь, где их взять, как их писать. Здесь на бесплатном марафоне я этого не даю, на платном курсе. Так, думаю, что сбой произошел после развода. Ну вот, видите, девочки, то есть нужно понять, то есть я вам даю осознанность, вот, ну и плюс сегодня практика будет, да, по работе дальше, да, с нашей стройностью. То есть у каждой из вас что-то было, мы просто настолько неосознаны, что мы не связываем вот эти вещи. Ну и что, что развелась? Ну и что, ну вот появился какой-то там болячка какая-то появилась. Мы это не связываем. Но на самом деле, ну вот это на самом деле связано, потому что не справляется психика, все выходит на уровень тела. Тело не справляется, отрезают орган. Ну, как бы органы порезали, да, то есть тела человека нет. Почему живот большой? Вы объясняли о частях тела? На курсе я объясняю, почему большой живот. На марафоне вес уходит. О, класс, я рада, Лен. Ужас, сколько причин. Причин немало. То есть нам кажется, что, ну, чего тут снизить лишний вес? Посидела на диете, да и снизила. Нет, девочки, полтора месяца. Мы фигачим так. Столько проблем вытаскиваем из себя. Но это того стоит. То есть приходим к пожизненной стройности, да, то есть и уже кайфуем от легкости в теле, носим красивые платья, да, кайфуем от того, что мы не прячемся от социума. Те девушки, у которых сильный лишний вес, да, то есть вы начинаете, наконец-то, играть с детьми, играть с внуками, да, то есть гулять. Нет отдышки, да, то есть легко подниматься на второй-третий этаж без боли в коленках, да, на который давил лишний вес. Так, две недели я с вами уже стабильно слетели 2 кг. Вау, круто, супер. Сильно обиделась на супруга и с 2018-го вес начал подниматься. Ну вот, вот смотрите, да, Данушка, да, то есть, Данусик, вот, то есть вам, ну, если проработать вот эту проблему, вес начнет снижаться. Так, зубы летят тоже, психосоматика, возможно, да. Так, как простить человека? Ну, вчера у нас была практика по работе с отпусканием эмоций. Также мозгаритмы пишем мы на курсе. Так, моей подруге матку удалили, хотели. Она молилась и медитировала на принятие своих родных, матку оставили. Ну, супер, супер, значит, ну, хорошо поработала над собой, вау, супер. Ну что ж, следующая тема, которую мне хочется затронуть, и потом сделаем практику. То есть, девочки, тут понятно, что вообще вопрос с гормональными сбоями, вот для меня это не проблема. Для меня, как для эксперта, который ведет к стройности, это не проблема. То есть у меня девчонки стройнее. И даже у вас, да, то есть у некоторых из вас, даже с гормональными сбоями, уже на, ну, как бы на, за время марафона, да, то есть снижается вес и некорректируется пищевой поведение. Вот. Те, кто едят как птички, но вес не снижается. Сейчас вы едите как птички. Вы можете хоть на травке сидеть, как зайчик, да, то есть. Но если вот когда-то тогда был, были потрясения, которые вы когда-то заедали, вот эти ваши лишние килограммы, они связаны, да, то есть с теми переживаниями. Когда мы работаем с этими переживаниями, с прошлым, то есть они начинают слетать, и вам легче, то есть если вы уже питаетесь нормально, да, вам на курсе будет легче, потому что вы, ну, как вы уже простроены по питанию, вам питание не нужно выстраивать, да, то есть вы просто работаете, да, то есть отпускаете, отпускаете прошлое, прошлое, да, то есть и килограммы слетают. Так, перестала заедать, началась изжога. Я с начала эфира говорила о том, что если изжога, какие-то болевые ощущения происходят в теле сейчас, но во время марафона, стоит прислушаться к сигналам тела и услышать, что тело вам говорит, хозяйка, хватит в меня впихать все, что угодно. Ты видишь, что ты со мной сделала, ты видишь, как мне было больно от того, что ты в меня все это запихивала, хватит уже все это делать и надо мной издеваться. Вот, ну, как бы это язык тела, да, то есть тело с нами разговаривает. Из-за чего возникает бесплодие, девочки? У нас курс по стройности, ой, марафон по стройности, вот. Я с этой темой, я знакома, с темой бесплодия, но эту тему разбирать я не буду, потому что, ну, контекст не подходит. Так, набор веса произошел, когда начались проблемы с мужем. Ну вот, вы осознаете это. Дальше, следующий момент – это климакс. Тоже есть убеждение, да, и девушки с охотностью за это убеждение хватаются, потому что не могут, да, то есть безрезультатно снижают вес и его набирают, да, то есть не могут остаться в стройности. И они хватаются за это убеждение, что климакс, ну вот возраст, да, то есть вот менопауза, вот опять гормональные, да, изменения и так далее, и вот вес вырос. Давайте так. Я вам говорила, что после 40 набирается вес, потому что набирается много проблем за 40 лет жизни и дальше, да. Те, кто в менопаузе, девочки, у вас просто еще больше накоплено проблем, с которыми вы не работали. И вот эти проблемы, вы их носите на эмоциональном уровне, и они уже вылезли на уровень тела в виде лишних килограммов. Пока вы с ними не начнете работать, для вас климакс будет сопряжен с лишним весом, то есть вы так и будете ходить с лишним весом, потому что в клетках жира, да, есть память о тех переживаниях, которые вы испытываете. И когда ко мне девушки приходят на курс в менопаузе, да, то есть для меня это не страшно, я просто им говорю, что вам просто придется чуть дольше поработать, ну, потому что у вас жизнь дольше, чем у, там, не знаю, у 30-летних девушек, да. Если вам, допустим, 65, то, ну, вы в два раза старше 30-летних девушек, то есть и у вас в два раза больше накоплено жизненного опыта разного, хорошего, сложного, очень сложного, да, то есть и вот с этим сложным опытом вам нужно будет чуть больше работы. Вот и все. Но вам нужно себя уважать за то, что у вас есть прекрасный жизненный опыт, вы мудры, да, в своей жизни, себя за это нужно уважать, да, то есть вместо того, чтобы говорить, конечно, вон там молоденьким легче снижать, ну, им легче, но им тоже будет когда-нибудь 65, понимаете? И вам просто чуть дольше нужно будет поработать. Вот девушка, которая у нас приходила в возрасте 82 килограмма, ей нужно было 4 месяца, то есть не полтора месяца, да, то есть и она постепенно работала, то есть доступ к курсу уже 5 месяцев, и она спокойненько, в своем темпе разбирала свои ситуации, свои проблемы, да, то есть вес уходил, 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 вот, то есть, поэтому ничего страшного, просто вы худели привычными способами, но работу с головой не брали правильно, поэтому вес он и оставался, то есть для меня это не проблема, для того, чтобы вас привести к стройности. Так, за курс я поняла, что с 15 лет я страдала ожирением головного мозга, ну, да, ожирением мышления, да, как только, Наталья, вы мне вылечили голову, тело отпустило лишнее само по себе. Дариночка, пойдемте на прямой эфир? Мне очень понравилось, как вы написали, ожирение головного мозга. Так, я за стройность согласна, много работать, это правда. Добрый вечер, Наталья, скажите, пожалуйста, ваши уроки на курсе это прямые эфиры или записанные уроки на гид-курс? На гид-курс все размещено. И еще вопрос, ваши практики имеют что-то общее с гипнозом. Будет ли гипноз на курсе? Нет, гипноза не будет. То есть у нас все в сознании происходит, это не гипноз, это психофизиология. Ну, наука такая. На кафедре психофизиологии в МГУ я обучалась. Так, если они очень худые, и у них нет проблемы с щитовидкой, с щитовидной железой, экземы, они не могут похудеть при помощи метода? Да, что-то я не поняла. Если люди худые, то зачем им худеть? Так. Голова говорит стоп, но я не могу остановиться за еда, и, видимо, этот стресс с родами. Да. Ну, то есть у вас просто нет других способов, как справляться с теми переживаниями, которые вы ранее испытывали. Так, я готова, с радостью мне много есть чего сказать. О, Дариночка, все, супер, все, договорились. Я выйду на связь, и мы с вами договоримся, хорошо? Окей. Будет-будет практика. Еще одну тему разберу, и начнем практику. Смотрите, ну, сегодня просто эфир такой объемный. Мне хочется вам побольше дать, объяснить всем, да, то есть всем выделить время, и тем, у кого ПМС, и тем, кто в менопаузе, и тем, у кого гормональные сбои, да, и тем, кто после 40, чтобы вы все поняли вообще проблематику. Еще один момент – это то, что мы, некоторые боятся, что если я сброшу лес, то у меня начнет обвисать кожа. Вот. И из-за этого люди на самом деле хотят худеть, да, то есть хотят постройнеть, но не могут, как это, приступить, потому что есть вот этот вот страх, не могут приступить к стройности. Я вам сейчас объясню. Вот смотрите, если дело касается вот моего курса, то у нас на курсе из-за того, что происходит работа с собой, и вы это чувствуете, у нас происходит соединение со своим телом. Если вы стройнели на диетах, на голодовках, на ограничениях, на дефицитах, да, то вы были отрезаны от своего тела и от своих эмоций. То есть мало того, что вы голодаете, да, вот, вы еще много чувств испытываете, и хочется от них убежать, и от тела тоже. То есть и от тела есть такое требование. Дай мне мою стройность, я же вот тут ограничиваю себя, да. Когда мы стройнеем работой с головой, у нас происходит соединение со своим телом. У нас появляется бережность в отношении своего тела. У нас появляется чувство любви к своему телу, настоящее чувство любви. И что происходит тогда? Тогда наше тело начинает нас слушать. И вот эти вот все отвалившиеся во время диеты, да, то есть мышцы, кожа от костей, так не происходит. У нас наоборот происходит. К костям начинают прилегать мышцы. К мышцам начинают прилегать кожа. И очень хорошо все подтягивается. Вот одна девушка на прошлом марафоне подобном, то есть кто-то задал вопрос про кожу, и она сказала, вот вы знаете, мне 45. Я тоже боялась, что у меня кожа обвиснет. Ну, я пошла на курс к Наталье, и я похудела. Я снизила 15 килограммов. И знаете, я в свои 45 выгляжу не хуже, чем мои ровесницы, но зато я при этом, у меня кожа не обвисает больше, чем у моих ровесниц. Но зато я обрела свою стройность, и я осуществила свою мечту. Понимаете? Можно долго бояться, да, то есть и не стройнеть из-за этого. Ну, тогда, а чего хотеть тогда, если боюсь? Боюсь, что кожа обвиснет. Я не худею, да, не стройнею. То, может быть, тогда просто отказаться от стройности, ну, отписаться от всех, кто ведет к стройности. Закрыть для себя эту тему. И не мучить себя уже этой стройностью. Ну, раз вы боитесь, что кожа обвиснет, да, а можно рискнуть и попробовать. Также я всем говорю, что если вы боитесь, что на курсе кожа будет обвисать, ну, есть методы по подтяжке кожи. Ну, это спорт и это фейс-фитнес. То есть, если вы реально боитесь, то, ну, вместе с курсом начинайте делать упражнения, ну, как бы на тело и на лицо. Ну, тогда вы предотвратите, ну, как бы, обвисание кожи. Ну, то есть, если есть страх, то его надо как-то, если есть проблема, ее надо как-то решать. Проблему мы можем вот таким образом решить, и все, не будет никаких сложностей. Вот, и тогда этот страх, он растворится, потому что вы стройнеете с головой, есть страх, что кожа обвиснет, я занимаюсь, там, не знаю, качаю попу, бедра, там, живот, да, то есть плюс у меня уходит вес, ну, и кожа подтягивает. Еще очень важный момент. Важно стройнеть очень грамотно, да, то есть стройнеть, то есть мы, когда стройнеем на диетах, мы задаем своему телу правила, мы задаем ему какие-то, знаете, рамки и ожидания к телу предъявляем, понимаете, вот тело, когда мы едим, оно нам ничего не предъявляет, мы его просто не слышим, оно просто терпит, 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 потом ба-бац, и какая-то болячка, да, вылезла, ну, ладно, лечим болячку еще таблеткой. Так вот, когда мы худеем с головой, вот, то тогда тело, мы начинаем слышать тело, и мы начинаем чувствовать, как нам отпускать комфортно, так, чтобы кожа успевала подтягиваться. Если мы действительно, ну, стройнеем, ну, как-то безрассудно, да, то тогда кожа отваливается, правда, и мышцы отваливаются от костей, и появляется, ну, как будто становится бульдожка, да, но нужно время, чтобы кожа и мышцы подтянулись, и какое-то время на это нужно, да, то есть нужно грамотно стройнеть, вот, иногда это происходит просто от безграмотности. И да, в 50 не будешь выглядеть на 25, это правда, да, то есть это правда, то есть в 50, ну, да, есть возрастные изменения, но они есть как у полных, так и устроенных людей. Очень верно, да, галочка написала, да. А, вот, я поняла, все, ваш вопрос. Если они очень худые, и у них нет проблем с щитовидной железой, экземы, они не могут потолстеть с помощью вашего метода? Все, поняла. А то я недопоняла ваш вопрос, извиняюсь. Люди, у которых дефицит веса, у меня такой муж, он вот такой, может есть все, что угодно. И вообще раньше не поправлялся, невозможно было его как-то сделать пополнее, да, то есть вот, эти люди едят все подряд и не поправляются. Это не значит, что у них нет проблем, у них еще больше проблем, но у них психика так устроена, что когда они стрессуют, они уменьшаются. Я таких людей назвала исчезающие. Вам нужно в моем аккаунте здесь и в Телеграм, изучить всю информацию про исчезающих и понять их проблематику. На конкретно этом курсе им нечего делать, то есть они не... Это не для них курс. То есть, но если вы изучите проблематику, да, то есть вы поймете, как с этим работать. Хорошо. Ну что ж, я все сказала, давайте мы приступим к практике. Итак, практика у нас сегодня будет связана с детством. И некоторые могут сказать, что детство... Ну, многие могут сказать, что детство, ну, как бы может быть хорошим, да, у меня было счастливое детство, мне не с чем работать. Я бы хотела, чтобы вы смотрели чуть глубже и чтобы вы подумали, вот сейчас даже подумали, да, то есть вот в чем есть у вас комплексы или переживания. Вот, то есть может быть неуверенность в себе, может быть недовольство собой, может быть страхи какие-то, может быть там проблемы в отношениях, да. Вот, то есть это многое идет из детства. Не потому что нас родители не любили, а потому что нам просто не додали внимания, нам просто не подсказали, как поступать в каких-то ситуациях. Нам просто не додали ласки и любви тогда, когда нужно. Мы, в принципе, в общем понимаем, что родители нас любили, но тогда, когда нам нужна была поддержка, любовь, внимание, понимание, да, то есть нам не давали. И поэтому мы во взрослой жизни, да, в разных ситуациях чувствуем то неуверенность, то страхи, то одиночество, то еще что-то. Вот. И в практике мы будем прорабатывать именно, ну, как бы у вас могут всплыть какие-то ситуации, но если не всплыли ситуации, то вы можете, ну, просто давать своей девочке, да, то есть через родителей, любовь, ласку, заботу, нежность. Вот все, чего вам хочется сейчас получить от других людей, через родителей давайте себе. И тогда вы увидите, как происходит волшебство, что мы работаем с детством, а меняемся сейчас и становимся совершенно другими. Эта практика, она опять же воздействует на определенные отделы мозга, и если вы будете глубоко дышать, то у вас она пройдет очень глубоко, да, то есть и хорошо. Ну что ж, если есть возможность уединиться, если родителей уже нет, это не страшно, это даже, ну, как бы вам эта практика, она еще больше подойдет, потому что может возникнуть контакт, да, то есть вы сможете воссоздать новый контакт у себя в сердце с вашими родителями. Так что если родителей нет, вам эта практика просто необходима. Мы садимся поудобнее, если есть возможность, и закрываем глаза. Если нет возможности, занимайтесь своими делами, но в своем внутреннем мире делайте эту практику. Садимся поудобнее, закрываем глаза и переводим внимание внутрь себя. Мы делаем хороший глубокий вдох, и полный выдох. Мы приоткрываем рот, и мы дышим через рот глубоко, делаем полный глубокий вдох, хороший полный выдох, и таким образом мы будем дышать всю практику. Чтобы эта практика не была просто какой-то медитацией или визуализацией, нам нужно через дыхание размыть границы между сознанием и бессознательным, и добраться именно до того проблемного материала, который у нас может быть связан с нашим лишним весом. Если вдруг возникнет неприятное ощущение во рту пересыхания или першения в горле, смочите слюной рот несколькими сглатываниями и продолжите дышать. Эти ощущения через какое-то время уйдут. Хорошо? И мы продолжая глубоко дышать, сейчас пойдем на свою кухню и сядем за обеденный стол. Практику лучше делать сидя, чтобы не уснуть. И мы за обеденным столом садимся и ставим на стол мысленно ту еду, которой мы, может быть, недавно объедались. Ту еду, которую мы съели лишнюю для своего тела. Или ставим ту еду, которую мы обычно переедаем. Ту еду, от которой мы не можем отказаться. Если у вас уже правильное питание, то, возможно, вы переедаете правильным питанием. И поставьте тогда просто правильное питание на стол. И сейчас перед вами стоит эта еда, вы чувствуете вожделение к этой еде. И глядя на эту еду, давайте почувствуем, что эту еду хочет взрослая женщина. Вот эта взрослая женщина, которая сидит за столом, она хочет быть стройной. Ее травмированная часть хочет этой еды. А на самом деле этой еды хочет маленький травмированный ребенок. Ребенок, которому не хватило ласки, заботы, любви. И этот ребенок с вожделением смотрит на эту еду. И это он хочет съесть всю эту еду. И давайте в себе почувствуем, что это не вы хотите, это какая-то ваша травмированная часть. Раненый ребенок, травмированный ребенок. И сейчас мы себе скажем стоп. Стоп. Я хочу это остановить. Я хочу быть стройной. И мысленно давайте мы будем возвращаться в свое детство. Давайте почувствуем, как время начинает отматываться назад, 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 назад. И мы оказываемся в доме своего детства. Мы беремся за ручку входной двери. Открываем дверь. И заходим в дом нашего детства. Давайте почувствуем, что вы ощущаете, когда вы в доме вашего детства. Какие чувства и эмоции у вас появляются, когда вы в доме вашего детства. Давайте почувствуем атмосферу, которая царит в доме вашего детства. И давайте начнем ходить по комнатам дома вашего детства. Рассматривайте детали. Рассматривайте мебель. И давайте почувствуем, что вообще происходит в этом доме. Какие события, какие ситуации. И пусть картинки из вашей памяти начнут всплывать. Что происходило в этом доме. Какие чувства и эмоции были. Какие события, какие ситуации происходили в этом доме. Приятные, неприятные. И сейчас давайте увидим членов семьи, которые жили в вашем детстве в этом доме. И вы можете быть или в возрасте, в маленьком, когда вы были маленькой, или в подростковом возрасте. Неважно, это возраст до 17 лет. Или вы маленькая, или вы ребенок, который ходит в начальную школу, или вы подросток. И давайте вспоминать, что происходило тогда. И давайте почувствуем, как вы себя ощущали, когда были разные события в вашем доме. Давайте вспомним, что говорилось в этом доме. Что люди говорили вслух. А чего люди не говорили, но это повисало в атмосфере вашей семьи. В атмосфере этого дома. И сейчас давайте увидим свою маму в этом доме. А также увидим папу. Даже если его не было в доме вашего детства, нужно понимать, что у вас есть биологический отец. Он точно есть. И поставьте его перед собой. Если не можете увидеть образ вашего папы, то пусть это будет просто мужчина. Про которого вы знаете, что это ваш биологический отец. Если вас воспитывали другие люди, не ваша мама и папа, то все равно поставьте ваших биологических родителей перед собой. Мы продолжаем глубоко дышать. И сейчас очень важно делать глубокие вдохи. Родители на вас смотрят своим взглядом, а вы смотрите на них. И давайте почувствуем все ваши детские потребности, ваши чувства и эмоции. Возможно, вашу детскую боль, переживания. И сейчас мы им скажем слова. Дорогие мои родители, я ваша дочка. Я ваша маленькая дочка. У меня от вас ровно половина. Во мне течет ваша кровь. У меня от каждого из вас по 50%. Я ваша дочка. И давайте почувствуем, что происходит внутри, когда вы говорите эти слова. И дальше мы говорим фразу. Мне так больно от того, что вы. И начните с ними говорить. Начните им рассказывать, что вам больно, что вам было неприятно в вашем детстве. От чего больно? Может быть, от того, что вы меня не слышали. Может быть, от того, что ругали. Может быть, кому-то просто не хватало дома безопасности и спокойствия. Мне так больно от того, что вы. Может быть, ругались. Или вели себя как-то некрасиво. Мне так больно от того, что вы. И сейчас важно вспоминать и говорить. Не уходите в оправдание родителей. А сейчас важно почувствовать эмоции ребенка. Мне так больно от того, что не понимали меня или не покупали что-то. Хорошо. И следующий момент. Скажите, пожалуйста, родителям, а мне бы так хотелось, чтобы вы. И начните им говорить, чего бы вам хотелось от них получить в детстве. Может быть, игрушек. Может быть, подарков. Может быть, эмоций. Может быть, просто трезвого папу, который торопится домой. Может быть, внимательную маму. Может быть, ласковых родителей, которым вы можете запрыгнуть на коленки и спеть им песенку или рассказать, как день прошел. Мне бы так хотелось, чтобы вы. И по мере того, как вы говорите, давайте почувствуем, что это ваше пространство. Практика – это ваше пространство. И в этом пространстве может происходить все то, что вам нужно. Потому что это ваша практика. Это ваше пространство. И пока вы говорите, давайте увидим, почувствуем, ощутим, что родители начинают вас слышать. И они начинают слышать вас с сердцем. В их сердце начинает пробуждаться их родительские инстинкты. И начинает пробуждаться любовь. И эта любовь начинает растворять все их страхи и их комплексы, все их психологические защиты, все их переживания. И пробуждающиеся родительские инстинкты делают из них любящих родителей. И сейчас вам важно дать себе самых лучших родителей. Не скупитесь, пожалуйста. Дайте себе самых лучших родителей. И вот эти самые лучшие родители вам говорят, «Дочка, мы будем рады тебе дать это». И они открывают свои ладони навстречу вам и начинают делать шевели в отношении вас. И они дают вам то, что вам нужно. А вы, пожалуйста, расслабьтесь и позвольте себе от этих идеальных родителей взять для себя то, что вам нужно. И пусть эти родители дают вам внимание, заботу, ласку, гуляют с вами, играют, покупают игрушки. Папа приходит домой трезвый. Увидьте, как мама ласково его встречает. Увидьте эту любящую пару, любящих родителей, рядом с которыми можно быть просто ребенком и расслабиться, и не решать их проблемы. Увидьте, как папа принимает сильные решения и заботится о семье, а мама с удовольствием расслабляется и принимает от папы. И давайте увидим, как эти родители о вас заботятся. Сейчас дайте себе все, что вам нужно. каждый ребенок имеет право на счастливое детство. И сейчас время его себе дать. По мере того, как вам родители это дают, давайте почувствуем, как внутри становится легко, хорошо, как внутри что-то расслабляется, как внутри становится тепло. И вы от этих родителей, которых вы себе даете, вы даете любовь себе. И они вас наполняют любовью, заботой, вниманием, лаской. Они удовлетворяют все ваши потребности. И почувствуйте, что вот с этого, вот с этого момента начинается настоящая любовь к себе. начинается настоящая дружба с собой. Сделаем три глубоких вдоха, углубим это состояние. Хорошо. И давайте поймем, что вот этого уровня питания нам нужно. Нам не нужно столько в жизни еды. это лишнее для нашей психики, для нашего тела и да. Нам вот это питание нужно. Когда родители рядом, когда они нам дают все, что нам нужно, когда они откликаются на каждую нашу просьбу, когда они на нас смотрят с любовью, и когда мы чувствуем тепло их сердца. И давайте вот эту картинку, эти образы, где ваши родители, дают вам все, что вам нужно, поместим в центр вашего эмоционального сердца и напитаем свое сердце, дадим своему сердцу питание и почувствуем, как от этого внутри становится хорошо. Вы чувствуете любовь к себе, контакт с собой, чувствуете мягкость и нежность в отношении себя, желание бережно к себе относиться, при этом чувствуете уверенность, спокойствие. и при этом очень такое состояние теплоты внутри, наполненности. И вот из этого со стола давайте мы пойдем опять за наш стол на кухне, сядем за него и посмотрим на ту еду, которая стоит на столе. Давайте почувствуем свою обласканную, напитанную любовью девочку и почувствуем, вообще нам хочется на эту еду смотреть, нам хочется съесть эту еду или нет. И давайте почувствуем здоровое ощущение, когда эмоциональный голод утолен и вы просто чувствуете абсолютно спокойное отношение к еде. И у вас сейчас есть несколько вариантов. Вы можете съесть этой еды столько, сколько нужно, для утоления физиологического голода, если вы голодны. Также вы можете убрать эту еду в холодильник или убрать ее на полке шкафов. Также вы можете выкинуть эту еду, как ненужную для своего стройного тела. Сделайте, пожалуйста, выполните любой подходящий для вас вариант. И давайте почувствуем, что на самом-то деле нам не хватает вот этого эмоционального наполнения каждый день в течение дня, когда нам хочется чего-то другого. Но мы не знаем, как это, как восполнить это. И поэтому мы просто используем еду. Хорошо. Сделаем три глубоких вдоха в новое ощущение нейтральности в отношении еды и наполненности на уровне эмоций. хорошо. И вот из этого нового состояния постепенно открываем глаза. Расскажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете или интересно, как прошла для вас практика. Так, вот Мариночка пишет, мне просто захотелось выпить стакан воды. Я закрыла вазочку с конфетами, не хочу. Вау, вау, супер. Плачу, не могу остановиться. Ирина, ну вот со слезами выходит боль, и это значит, что практику нужно будет подделать. Видите, сколько боли накопилось, да, то есть ее нужно выпускать. Так, супер, опять слезы, плакала, заболела сердце, слезы в три ручья. Ну, девочки, накоплено много. То есть у нас очень много детских невосполненных дефицитов, которые мы пытаемся сейчас во взрослой жизни восполнить вообще разными способами, но мы даем себе не то, что нам нужно. То еду, то алкоголь, то сигареты, то непонятных людей. Знаете, у нас в сердце такая вот эмоциональная дырка, и мы в эту дырку, не знаем, как ее правильно запомнить, а я вам ее заполняю правильными вещами, то есть мы в эту дырку пихаем все подряд, бутерброды, колбасу, вкусняшки какие-то, еще что-то, людей туда пихаем, в эту дырку эмоциональную, подарки какие-то, эмоциональный шопинг у нас происходит, платья, сапожечки мы туда кидаем, кидаем, чтобы нам получше стало, а лучше все не становится и не становится. В лучшем случае мы как эмоционально стабильными можем иногда оставаться, но всегда, то есть когда у нас эмоциональная дырка, нам нужно компенсаторика и эта компенсаторика часто выходит в еду и в алкоголь. Вот, и сейчас мы очень много делаем для того, чтобы эту эмоциональную дырщу закрывать и вот нужно будет поделать практики. Так, давайте так, я выкинула еду и захотела прыгать в классике. Вау, круто. Всю еду выкинула и не пожалела, когда выкидывала, а то ощутила себя такой счастливой. Вау, как в детстве. Так, я осознала, что мне не хватало ласки и любви и из меня вырастили мужика сильного, осознала, что мне так не хватает ласки и любви от друга, всю практику плакала. Вот в практике теперь нужно додавать себе то, что вы осознали. Так, так спокойно, на удивление не плакала, высказала все, как прорвало и такое спокойствие, не захотелось тортиков. Круто, супер. Ну, слезы это не обязательно отребит, такое бывает. Так, я даже сказала родителям, что их ненавижу за их скандалы. Бывает такое, то есть, это не значит, что мы не любим, мы высказываем просто чувства, мы высказываем боль свою, да, то есть, мы высказываем те застрявшие чувства и в какие-то моменты мы, правда, у нас была глобальная любовь к родителям, но было чувство обиды, ненависти, что они ругаются, а о нас не думают, да, или ненависть к папе, мы его глобально любили, но если папа выпивал, то мы могли, ну как бы, вот в моменте, когда он выпивал, то есть, или вел себя как-то не тактично, то есть, мы могли его ненавидеть и это наши чувства, мы имеем на них право и мы их отдаем родителям, вот, отдаем родителям, да, то есть, и нам становится легче, то есть, и самое главное, мы это делаем экономично, мы не идем к родителям и с ними ругаемся, доказываем им что-то, то есть, а мы работаем с прошлым, Это дело все в прошлом, сегодня наши родители уже другие и им не стоит это все высказывать. Так, пока еще ставлю еду в холодильник, надеюсь, что смогу ее когда-нибудь выкинуть. Не торопитесь, не торопитесь, это говорит о том, что жадность к еде еще нет, постепенно вы с этим поработаете. Так, в конце чувственного ощущения даже смотреть на еду не хотелось, вау. Так, хорошо. Еда была полезной, поставила в холодильник, ну хорошо, правильно. Так, а что если хочется только выпить, а не погулять, например? Не поняла вопроса. Так, мурашки побежали и запершила в горле, поняла. Сложила все конфеты в вазочку. Вот пока была практика, девушка написала, вот я сейчас не найду это сообщение, но девушка, в общем, писала... Блин, лучше найти его, конечно. Сейчас, девочки, секундочку, хочу прокомментировать, многим будет интересно. Очень сильно плакала, ой-ой-ой, девочки, ну вот я сочувствую вашим внутренним маленьким девочкам, ну вот их просто... Девочек, да, то есть нужно исцелять, ну равно себя. Так, вот девушка пишет, моей маме все равно, что я ей скажу. Она мне сказала, что не хотела меня, ее бабушка заставила. Почему-то меня любили все родственники, а мама нет. Папе не до меня. У него водка до сих пор на первом месте. Так вот, мама мне сказала, что я ей всю жизнь испортила. Вот смотрите, я, к сожалению, не знаю, как вас зовут. Вы это писали во время практики. Во время практики было бы хорошо заниматься практикой. То есть вы занимались ментальной мастурбацией, я это называю. Вы об этом всем знаете. Вот, то есть вот все, что вы мне написали, вы об этом всем знаете. И практика нужна не для того, чтобы поменять родителей. То есть вы пишете, моей маме все равно, что я ей скажу. Вашей маме все равно. А вы держите эти чувства и эмоции внутри. Соответственно, то есть если вы хотите хоть что-то поменять и еще и постройнеть, то практики нужны для... Мы делаем не для родителей, мы делаем не для каких-то людей. Мы делаем для себя, чтобы себя освободить. И в практике было бы хорошо поставить маму перед собой и высказать все вот эти слова. Мама, мне так больно от того, что ты не хотела меня, забеременела и не думала о том, что у тебя от этого могут быть дети. Мне так больно от того, что ты не перестроилась и не разбила в себе родительский инстинкт. Мне так больно от того, что ты меня не любила, не давала мне ласки, по-доброму не смотрела на меня. Тын-тын-тын-тын-тын. И рассказать... Так, у меня наушники садятся. Вот, и рассказать все, что вы... Вот, вместо того, чтобы заниматься ментальной мастурбацией во время практики, пожалуйста, займитесь его делом. Хорошо, Юлечка? Я понимаю, что это больно. То есть вы пережили очень сильную боль как в теме. И вам от этой боли нужно в практике освобождаться. Хорошо? Так, хорошо. Девочки, вижу, что у вас очень много чувств и эмоций. Вот, кому-то эта практика не зайдет. Она может не зайти тем, у кого, ну, как бы... Ну, прям реально было хорошее детство. Вот, придраться не к чему, да. Те, у кого были сложности в детстве, это ваша практика. Вам нужно ее сделать. Вот, девочки, мы постараемся. Я не знаю, сработает или нет. Сдохли. Будем заканчивать эфир. Эфир у нас сегодня, третий час пошел эфиром. Будем заканчивать, девочки. Я вас очень прошу, завтра найдите время хотя бы для одной практики. Девочки, команда моя, дайте, пожалуйста, девушкам скрин, что нужно сделать, чтобы вам получше стало слышно. Вот, то есть завтра, пожалуйста, найдите время для практики и сделайте еще раз. И приходите завтра в 19.00 на эфир. Хорошо? Вот, сейчас можете зайти на сайт «Курс о пробуждении природной стоимости», приходите на курс, на курс, если на марафон, все это круто, представьте, как на курсе будет круто, да, то есть как мы с вами глубоко будем работать. И, ну, как бы, успеете, да, вписаться до 18.00 числа, это вот до завтра сегодня лучше, да, вписаться, чтобы еще и получить, ну, бонус по сладости. Курс по сладости. Все, девочки. Благодарю вас за то, что пришли. До завтра. Буду сохранять эфиры. Благодарю вас за то, что пришли.